Ну что, это уже предпоследний навык АБ-теста, первый урок, и я хочу сказать, что вы должны понимать на протяжении всего этого урока, а он открытый, одну вещь, единственную, вам нужны сильные гипотезы, а именно какие-то изменения в поведении пользователей или в экономике, которые дают кратный рост. Все, что дальше будет в этом уроке, расценивайте это как какие-то знания, чтобы пользоваться калькуляторами. Во втором уроке, который закрыт под оплатой всех навыков на изи-навыке, он больше про то, как смотреть на все это с точки зрения практики, на наши собственные идеи, то есть мы будем считать, мы будем оценивать, ну и чуть-чуть порисуем. Потому что, напоминаю, продуктовая работа, продуктовый сам по себе дизайн — это не только макеты, но и понимание, что ты пилишь, зачем ты пилишь, ну и зачем, в принципе, ты хочешь что-то пилить, а не изменить просто совсем чуть-чуть в продукте, чтобы кратно на что-то повлиять. Такое тоже возможно, потому что, опять же, вспоминая прошлые уроки, из-за чего часто люди что-то не покупают. Собственно, давай начинать. Итак, урок 1. АБ-тесты. Что такое АБ-тест? Это вообще исследование, просто оно поставлено в виде эксперимента над реальными юзерами в реальном продукте. Вот и все. Чтобы узнать, как какие-то, потому что я это уже говорил, какие-то изменения в продукте, то бишь продукт реальный, пользователи реальные, повлияли на их поведение, поведение реальных пользователей и целевые метрики. То бишь это, очевидно, юнит экономика, но продуктовые метрики. Почему А и Б? Потому что А-вариант называют контрольным, control, и Б-вариант называют экспериментальным, тестовым или просто вариантом B. Но по-английски вы можете встретить термин treatment. То есть для духа ты что это такое? Это на самом деле методика тестирования взята из медицины и фармацевтики. Просто так как она оттуда пришла, перейдя в IT и так далее, исторически принято назвать экспериментальное воздействие на какую-либо выборку пользователей, то бишь на людей, на пользователей наших в IT, подопытной. Ну подопытную группу тут термином treatment, то есть лечение, терапия, вот и все. То есть усвоили, да, это просто эксперимент А-Б, ну все. Итак, сразу пример. Вот в 2012 году поисковик Bing, собственно говоря, провел эксперимент. Ну точнее один из сотрудников. Есть вариант А, вот он, собственно говоря. Есть вариант Б, тестовый. Здесь удлинили строку, вот здесь вот эта строка, ее часть перешла вот сюда. То есть это все такое маленькое изменение, которое было. В чем была гипотеза? Ну, собственно, в этом передвинуть строку. Но ключевое, что вот эта гипотеза, она была с низким приоритетом. Дальше то, что я подчеркиваю, важно уловить. Один разработчик решил протестировать ее, потому что очень было легко внести такое изменение, что в итоге дало плюс 12% к выручке в рамках поисковика. Это очень много. То есть настолько много, что сработало предупреждение о слишком высоком уровне этой метрики. Почему такие предупреждения есть? Очень просто. Иногда могут случиться разные ошибки, ну баги на продакшене, да, то есть на сайте, ну на платформе, неважно, где, что вы проектируете. Суть в чем? Бывают баги, бывают ошибки в оплатах, бывает все, что угодно. И для этого ставится предупреждение в системах, чтобы сразу это заметить и в случае тестирования откатить. И эксперименты во многом, точнее в будущем повторяли несколько раз, то есть несколько, прям много их было, чтобы подтвердить или опровергнуть. Но в итоге это всегда давало, ну то есть положительный эффект всегда сохранялся, и гипотеза подтвердилась. Первые выводы. Ну понятно, я уже сказал, это исследование на реальных юзерах в реальном продукте, при котором проводится эксперимент. Юзерам показывается два варианта. Исходный продукт или исходная часть его, то есть сценарий какой-то, либо что-то еще, и что-то новое. Тоже целый продукт, либо какой-то сценарий. То есть чаще всего это какая-то часть. И тут, что мы понимаем, нужно четко поставленная гипотеза плюс метрика для оценки, соответственно. И все. При этом у нас есть какое-то деление, вот раз есть А и Б, ну деление кого? Пользователь, разумеется, на группы. Это все к тому, что есть сегментация. Ценность гипотезы при этом нам сложно понять как людям, так как гипотеза — это много миллионов рублей, вспоминай теорию ограничения, сколько стоит разработать что-то. Ну тут и так и написано, чтобы как просто что-то сделать, но при этом слабо оцененная гипотеза, то есть с низким приоритетом, может дать еще и более сотни миллионов каждый год. Но висеть при этом низкий приоритет — вот это все в баклоге команда. И мы должны понять, что это один разработчик, и вот такое маленькое изменение дает кратный рост. То есть это опять же теория ограничений, плечи метрика и так далее. То есть эксперименты плюс еще должны быть дешевыми, потому что это один разработчик. Я надеюсь, что эти выводы были тобой хотя бы гипотетически осознаны в рамках, собственно, вот этого примера. И не все гипотезы дают такой результат, разумеется. Опять же, команда поставила этой гипотезой низкий приоритет и пилила другие. Ну вспоминай, что сработает одна из десяти, там с лишним. Как это выглядит на практике? Ну, АБ-тест. Мы берем каких-то юзеров в продукте, это очевидно, и, соответственно, их как-то делим. Из какого-то сегмента, либо всех пользователей, ну, тут уже зависит от того, что вы тестируете, как хотите протестировать, какой результат и так далее, и так далее. Мы это проговорим. Мы берем какой-то процент юзеров, то есть раскатка АБ не происходит на весь продукт. Тот, кто так делает, конечно, смелый, но я такого не встречал. То есть берется какая-то часть продукта, например, 10% пользователей, и делится на А и Б. То есть контрольную группу видят из этих десяти. То есть 50% относительности, то есть на самом деле это 5%, ну, вы поняли, относительно десяти делим на двое. Вариант А, то есть исходный, и вариант Б, то бишь тестовый, что мы там поменяли. Затем все это измеряется, анализируется, сравнивается, как люди, во-первых, взаимодействуют, ну, с интерфейсом взаимодействуют, который ты спроектировал, и в рамках метрик то же самое. После окончания идет, соответственно, ну, просто смотрим на какие-то циферки, на какие-то значения. Я просто так абстрактно говорю, чтобы это все потихоньку объяснять и принять решений. Плюс торги. Стоит ли это внедрять, не стоит это внедрять и так далее. Собственно говоря, это все, как видишь на примере, и сразу ты понимаешь, что это. То есть, что нужно для АБТ-теста, да? Иметь настроенную систему аналитики, которой команда может доверять. Что это значит? Это значит, что нужно иметь компетенции считать метрики правильно. Это делает продакт, аналитик, или они оба. Я вас учу на коленке примерять гипотезы и считать юнит-экономику, чтобы плюс-минус разбираться и плюс-минус понимать, в целом, что вы не просто рисуете макеты. Никто из вас не рисует во внутренних продуктах, в B2B, в B2C, нигде. Всегда есть деньги. Так вот, иметь компетенции запускать такого рода тесты, но тут разработчики, опять же, из примера надо понимать, что хотя бы один. Иметь достаточную базу юзеров, чтобы было равное их количество на А и Б вариантах. Это мы проговорим отдельно, но ключевое, что здесь уже можно понять, система аналитики, которой можно доверять. Почему доверять? Потому что нету проблемы с погрешностями данных, что они не все получаются данные, есть проблема с эмплированием. Это другое, это обходится, это решается, плюс покупается. Суть в чем? Вы должны доверять своей системе аналитики. Для этого вам нужны компетенции, как считать, типа не сессии, а именно пользователей. Но это совсем отдельная система, отдельная тема, которую мы не будем суваться. компетенции запускать такого рода тесты, ну, собственно говоря, пользователи у вас должны быть. Затем понять проблему, где она находится, что это за проблема, почему это проблема, да, но она появляется, разумеется, у кого, и вот здесь ты уже подключаешься у продукта аналитика плюс дизайнера, потому что у тебя тоже могут быть гипотезы и идеи на основании чего угодно, исследований, посмотрел в аналитику, прикинул юнит экономик своего продукта, появились какие-то новые идеи, и так далее, и так далее, с учетом всех твоих знаний. Из исследований, то бишь, опять же, ты можешь поиследовать тренды в своей доменной области, рынки в своей доменной области, конкурентов в своей доменной области и в смежных, то есть прямые, непрямые конкуренты, поиследовать пользователей, опять же, есть аналитики у тебя, либо в аналитику посмотришь. Без исследований выдумать на чуйке. То есть, в любом случае, мы приводим к тому, что мы должны сформулировать как-то проблему, а именно гипотезу. Мы это проект тоже поговорим, что значит проблему, что значит гипотеза, почему идет первая проблема, а потом гипотеза. Соответственно, которая появляется опять же у продакта, аналитика плюс дизайнер. Затем проектируется решение, то бишь дизайн непосредственно макеты. Это делаешь ты. Но тут без тебя никак, потому что всегда получается говно, если кто-то делает, кроме дизайнера. Шучу, конечно. Это я так. Спроектировать эксперимент — это уже не про дизайн, это именно проектирование экспериментов, настройка параметров, всяких погрешностей. Вот про это мы тоже будем говорить, чтобы ты понимал, как использовать калькуляторы, что не просто так. Ну, продакт плюс аналитик. Запуск эксперимента, которым занимаются продакт-аналитики и разработчики, потому что нужно размечать. Ну, твои макеты, они должны, ну, события, точнее, кнопки и так далее, они должны разметиться. Я это тоже покажу во втором уроке. Ну, краем глаза, потому что там ничего сложного нету, и это тупо на макетах можно показать. То есть, по сути, небольшую работу сделать за ребят, ну, с твоей командой. И помочь им. Опять же, добавив ценность себя, как специалиста. Посчитать результаты. Ну, это занимается только аналитик и только продакт в случае, если у него есть навыки. Напоминаю, компетенции. Принять решение, которое делает только продакт. Если делает дизайнер решение, ну, зачем вам продакт? Ну, и так далее. Основываясь на результатах и душевных торгах, про торги мы тоже поговорим. Собственно говоря, вот сразу давай, типа, что за фигня? Типа, есть вот проблема, потом гипотеза или гипотезы. Вот как это так, ну, ложится в, типа, вообще в понимание? Я думал, типа, гипотеза сперва появляется. Ну, я так, просто чтобы объяснить, подушнить немножко, что ты должен видеть, как тут и написано, путь и проблему. То есть, ты видишь проблему, типа, вот продукт, в нем какие-то юзеры на входе, какие-то деньги на выходе, вспоминаем, да, энд экономику. Типа, ну и ладно, что там бухтеть, да, что ты начинаешь какую-то работу делать, нас опять учить, что-то там думать. Ну, вот, что ты хочешь работать, блин, Руслан, да? То есть, откуда это берется? То есть, вот это все, да, проблема, понимание проблемы, сформулированные гипотезы. Из головы, небеса подсказали, карта Таро, кофейная гуща, о, давайте внедрять AI, я эксперт, я лучше знаю, или я знаю лучше то, что нашим пользователям нужно. Ну, вы поняли, это берется из головы. Из исследований, пользователей, отчеты по рынку, служба поддержки, отделы продаж, отделы по маркетингу, бенчмарке, побухал с другими продуктами, ты или сам твой продукт в банке, там, неважно, любые другие, тоже равно придумал. То есть, поисследовал, да? Ну, понятно, про пользователя ничего не будем говорить, это интервью и так далее. Интервью, наблюдения, модерируемые тесты, отчеты по рынку, гуглишь, покупаешь, служба поддержки, в ней, соответственно, есть частые упоминаемые проблемы, жалобы, отделы продаж, ну, они готовят презентацию, ссылы, и, соответственно, это, по сути, по сути, это лендинг для продаж, как сформировать из любой компании, вытащив. Отдел маркетинга, ну, соответственно, можно уже понять сегментацию, на кого сообщения рекламные запускаются. И бенчмарки, тоже по индустрии, опять же, знакомство, нетворк, то бишь, банально узнать какие-то цифры в индустрии, тоже можно. Из аналитики. То есть, увидел спад в продуктовых метриках на каком-то этапе воронки и так далее, ну, придумал. Чего ты видишь, где проблема, и понимаешь, да, чтобы задаться вопросами, в чем цель вот этого эксперимента, если ты хочешь поставить эксперимент АБ, АБТС, то бишь, что не так, да, что за проблема? Почему вот эта проблема болит? Ну, то есть, почему ты решил, что это вообще проблема? И вот это приводит тебя к следующему. У нас есть какой-то абстрактный интернет-магазин, вот какой-то каталог бестселлеров, допустим. И появляется у тебя идея или у продакта, а давайте вот проведем тест алгоритма ранджирования продуктов в магазине. Вот проблема. Почему-то продукт или ты посчитали, что алгоритм ранджирования продуктов в интернет-магазине – это проблема. Сейчас не обращаю внимания, что это за интернет-магазин, просто проблема вот в алгоритме. Это не совсем про дизайн, да? Если изменим алгоритм рекомендации наших товаров, то станем предлагать более релевантные для них товары. Поэтому эта положительность скажется на динамике, опять же, выручке на пользователя. Если изменим, то получим это. Понимаешь, да, откуда это взялось? Человек увидел проблему. Действительно ли это проблема? Как он ее получил? Вот эти вопросы, которые нужно задавать, что бы что, вот это вот отсюда берется. А затем формируется гипотеза. Если, исходя из этой проблемы, ты поменяешь вот это, то мы гипотетически можем получить это. И вот мы должны как-то это проверить, то бишь АБТ-тест. То есть, увидел проблему где-то, а где это, это нас возвращает по сути к воронке. Ну, если вы хотите мыслить воронками, опять же, напоминаю, навык CGM-а. Ну, и юзерфлоу частично, где я объяснял краем глаза, начинал, точнее, объяснять про циклы. И это продолжилось в CGM-е уже. То бишь, вот этот пример, почему на английском, но это пофигу. То есть, почему на английском, потому что здесь правильно, по сути, посчитана конверсия. То есть, у нас тысяча человек, 350 из них зашло дальше, да, поискать продукты. Ну, предположим, это интернет-магазин тот же самый. Это действительно 350 от 1000, это 35%. 150 из них добавили продукты в корзину, это действительно 1015%. То есть, видишь, откуда стрелочки идут? Не отсюда, да, не отсюда, а абсолютно вот отсюда. Потому что, опять же, вспоминайте, маркетинг привлек количество людей конкретное, вы за них заплатили, все, надо считать реальность. дошло до оплаты заказа, оформления заказа 50 человек, то есть 5%, и всего 25 продаж, 2,5%. И конверсия, обрати внимание, это отличный пример, потому что мне не нужно визуализировать его, я его прямо в интернете нашел. Это показатель, сколько у нас ушло. То есть, где-то вот здесь на первом шаге, между, да, что-то человек не понял, точнее люди, 65% у нас свалилось. То есть, если ты починишь вот эту, и там, ну, опять же, мыслите, да, это тут 50% конверсия по факту, относительно, и ты потом будешь хвастаться, что ты поднял конверсию еще на 50%, то есть по факту у тебя, ну, окей, 50 продаж, типа 5% у тебя купило, ну, а ты привлек вот столько денег, ну, а купилось это, не окупилось, сколько рекламы, ну, вы поняли, да? То есть, вот к этому и был ролик открытый на Ютубе про изи-метрики. Ну, собственно, вот оно и есть. Теперь вы понимаете, что нужно видеть проблему не только между, как я говорил в том ролике, каждым этапом, но и в целом. Ну, и отсюда вы понимаете, почему важно так Юнит Экономики, вот связь именно навыков, мы все ближе, все, ну, собирается в кучу, грубо говоря. Так вот, нужно четко понимать воронку, ну, или путь клиента, пользователя в продукте. Почему пользователя? Потому что, напоминаю, да, у нас есть CGM, ключевой C, customer, то есть, ну, покупатель. Если у вас нету покупателя, внутренний продукт, B2B какой-то, я не знаю, есть UGM, это User Journey Map, оформляется, делается абсолютно точно так же, только нету покупки. Ну, то есть, весь процесс, если у вас там, допустим, вот как у меня, у меня же нету покупки, но в рамках этого я делаю CGM, то бишь UGM, ну, я буду делать, использовать точнее синоним. Суть в чем, у меня там нету покупок, но у меня есть процесс, есть этапы, есть проблемы, есть барьеры точнее, есть что-то позитивное, что-то негативное, есть фидбэк и так далее. И этот процесс можно, ну, улучшать, сокращать, быстрее, чтобы он делал, что влияет на метрики, на себестоимость процесса. То есть, в любом случае, выскакивает винт экономика, теория ограничений, вспоминайте навык. Вот и все, что я хочу сказать. Просто UGM, он более широкий, он более гибкий, он охватывает в целом опыт в продукте, не только покупку, но может туда входить. Вот и все, это вся разница. Если кто-то задумывался, блин, у меня продукт, я не знаю, у меня там внутренняя система. Это все то же самое буквально, я это показывал вам. Так вот, есть у нас, ну, воронка, как я уже сказал, да, есть какой-то каталог, есть вот корзина, есть какой-то уже чек-аут. То бишь оформление заказа, потом уже оплата. Ключевое здесь, надо понимать воронку, вот и все. А обрати внимание, это все твои макеты. То есть даже в интернет-магазинах, даже вот под выбранный интернет-магазин, типа какой-то тут дизайн прям есть, да, такой специфичная сетка и так далее. Ну, ты понял. К чему нас это приводит? Что до запуска теста, как только ты понял проблему, у тебя должна, собственно говоря, появиться просто-напросто гипотеза. Вот. То есть до запуска теста есть гипотезы и вторая сущность метрика. То бишь, давай разбирать. У нас есть, опять же, какой-то интернет-магазин, ну, тут ДНС. У него есть главный каталог, ну, разбираем, да, по частям, куда юзер может пойти. Напоминаю, что CGM- это не тупо линейная штука, то бишь, если мы вернемся сюда, пользователь может вот по-разному идти. Это вот к этому было, что все циклично, а не просто линейно. Так вот. Ну, есть страница товара, корзина, процесс оформления заказа, далее чекаут буду называть, ну, от английского чекаут, и оплата заказа. Ну, вот. То бишь, просто тут картинка ДНС, чтобы вы понимали, что это, в принципе, любой крупный, малый магазин затрагивает любая гипотеза, по сути. Ну, опять же, предположение об изменении продукта, да, в том числе, если то, это влияет на что-то, на какую-то метрику, ну, я повторяюсь уже. Короче, вот мы как команда, или ты один, или продакт, приходят и говорят, мы предлагаем изменения в корзине, вот корзинка какая-то, при котором юзерам будут предлагаться похожие товары, которые, возможно, их заинтересуют. Я тут имею в виду, типа, аксессуары, они называются в ДНС, но вы поняли идею саму по себе. Либо так, либо под каждый товар отдельно, типа, ну, как блок отдельный, то есть, это ниже корзины. Ну, там у них ниже корзины. Вот, допустим, да, собственно говоря, видят в этом проблему. Ценность, ну, проблема равно гипотезу, в том числе. Исходя из нее, можно выстроить. В чем ценность? То есть, ты должен объяснять всегда ценность гипотезы. Это поможет поднять выручку ревенью, сомнения, в том числе, может заложить, или кто-то тебе может сказать, что, блин, ну, это может еще отвлекать юзеров, и может получиться так, что оформление заказа отложится, или вовсе поднимется метрика брошенных корзин, чего не хочется. Это все нормально. Главное, что сделали, выдвинули какую-то штуку, равно гипотезу. Для этого мы должны были понять, что, а, это надо, равно проблему, аналитика, исследование, выдумать, ну, понимаешь, да, теперь последовательность, как это работает. Метрика, то есть, проблема выручки. Вот что-то еще. Ну, я на самом деле, ну, уже немножко забегаю вперед, типа, что-то еще, да. По сути, это метрика. Надо поменять, здесь будет. Я, по сути, здесь спойлер написал. Так вот. Просто отвечай себе на вопрос. Когда выбираешь метрику, ты можешь отследить это поведение в аналитике, то есть, ваша система аналитики, это измеряет. Либо будет измерять, то есть, ты события навесишь на кнопку нажатия, на... Давай вернемся вот, например. То есть, видишь, здесь предполагается, что под каждый добавленный в корзин товар здесь будет, ну, аксессуары под каждый товар, то есть, релевантные товары. То есть, мы должны трекать вот эти клики вот сюда, в саму карточку товара, возможно, сравнить. Ну, тут надо... То есть, вот он, проектирование эксперимента, разметка твоих макетов. Добавление в корзину, либо вот сюда, и так далее, и тому подобное. Вот этой стрелочке, либо просто скролл, либо вот здесь, тык, либо сюда, ну, и так далее. Я думаю, это понятно. Сейчас, секунду. Так, ты можешь провести связь и понять причину этой связи между поведением и метрикой, то бишь, выручка, да? Ну, очевидно, если мы сразу кликаем сюда, то выручка вот здесь растет. То же самое. Сюда кликнули, сюда кликнули, выручка выросла. Что это значит? Это ты можешь провести причинно-следственную связь, не корреляцию, что что-то зависит от что-то, и просто потому, что ты это видишь, а именно увидеть это. Отсюда был первый пункт, что ты можешь это отследить, чтобы, ну, как-то хоть провести вот эту связь между поведением пользователя, а это поведение, он же кликнет, а может не кликнуть, он проскроллит, а может не проскроллит. Ну, вот и все. Дальше ты уверен, что метрика имеет низкую вариабельность, то есть ты явно можешь, у тебя два варианта, ты можешь отличить B, экспериментальную группу, от A, но тут очевидно, что мы можем. Почему? Потому что у нас, опять же, связь с метрикой есть, мы товары предлагаем, предлагаем товары, а не какую-то эфемерные баллы и так далее. Ну, предположим, я так, опять же, на уровне гипотезы все объясняю. И, соответственно, вот эта тема, вариабельность, в том числе, что, что если у нас были уже вот эти аксессуары, тогда, может быть, вот этот блок добавить, ну, то есть, если посмотреть на DNS, у них реально вот две штуки таких. Вот к этому я веду, может, это не видно было, может, добавили отдельно, либо больше хотят еще чеки увеличивать. При этом, не забывай, что у тебя, ну, в принципе, разные ситуации могут быть, и дизайны должны как-то отличаться. Именно поэтому я сказал, эксперимент на реальных пользователях в реальном продукте, где ты смотришь, как влияет изменение в поведении пользователей, то есть, оно должно быть отличимо, понимаешь, да? Ну и все. То есть, ты это должен замечать. И ты можешь проверить эффект на юзерах. Обычно это одна-две недели. Почему так? Одна-две недели, мы тоже поговорим. Итого, гипотеза в широком смысле. Это просто предположение, которое требует доказательств. Наша задача, как команды, проверить ее, правильно? Про формулировку. Что меняем? На что влияет? Как измерим? Что мы меняем? Дизайн корзины, который будет предлагать сопутствующие товары. На что повлияет? Это повлияет на поведение юзеров и увеличит выручку. Как измерим? Используя метрику средняя выручка на юзера, если метрика значимо увеличивается, значит, гипотеза верна. Ну, там подтвердилась формулировка, уже сам посмотри. Так по сути, для проверки используется матстат, ну, так как, по сути, да, используется матстат, то надо уточнить, что в математической статистике используются понятия нулевой гипотезы и альтернативной. Те, кто был на уроке третьем про немодерируемый юзабилити-тест, уже понимают, о чем речь. Нулевая гипотеза – это предположение о том, что нет эффекта. То есть вы протестировали, и разницы нету. Не там, не там. То есть эксперимент не изменил значение метрики на ту, которую вы целились. Альтернативная гипотеза, собственно говоря, это предположение о том, что эффект есть. То бишь эксперимент изменил значение метрики какой-то, то бишь выручки на пользователя. Поэтому в примере с выручкой мы проверяем равенство средних выручки на юзера. Вот и все. А нулевая гипотеза – средние значения равны. Альтернативная – средние значения неравны. В какую из сторон это уже выясняется после теста. И отсюда появляется в том числе проблема к так называемому подглядыванию. Но мы это тоже проговорим, что это и почему после теста. Давайте еще раз. До запуска должна быть цель. Она же проблема. То есть нам надо понимать метрики. Ты это уже знаешь. Юнит экономика. Пересмотри этот навык. То есть на какую метрику ты целишься. Хочешь средний чек повысить, среднюю метрику, хочешь цену поднять. Почему? Потому что что-то придумали, какую-то фичу новую. Ты ее будешь дизайнить. Ты должен как-то ее задизайнить так хорошо, так гибко, так удобно. Для этого нужны и тесты, юзабилити или АБ. Ну и так далее. Ты понял? То есть чтобы поднять ценность в продукте, вот и все. Все то же самое, ничего абсолютно нового. Я не буду говорить здесь. Ну, ты уже знаешь, да? Вот в примере там это выручка. В данном случае. Нам надо распределять юзеров на равные по числу группов. Опять же, А, контрольная группа, ничего не меняем. Б, добавили блок похожих товаров. Мы только что уточнили еще в том числе метрику. Метрика, точнее выручка на юзера, revenue per user. Теперь нам нужно сделать варианты. А это уже мы делаем дизайнеры. Ну, А, мы уже сделали интернет-магазин. И Б, мы можем добавить там под корзину блок похожих товаров. Мы можем отдельный блок зафигачить. Мы можем как-то рядом поставить. Мы можем предлагать это как-то в модалке либо после. Короче, что понял? Гибкость. То есть здесь уже мы думаем, как это сделать. С учетом понимания, что нам нужно растить выручку. И с учетом понимания, что есть этапы. Ну, я имею в виду, что есть воронка этапа, когда это предлагать. На карточке товара в том числе там предлагается. Ну, ты понял, да? То есть ты как дизайнер проектируешь уже с мыслью о том, как работает твой бизнес. Напоминаю, в юнит-экономике я говорил, вы можете забить хер и вообще ничего не делать и не думать. Но с другой стороны, зачем ты смотришь эти навыки? N можно сделать, опять же, вот как я сказал, много разных вариантов. Это будет уже называться мультивариативный тест, то есть несколько вариантов. MVT, сплит-тест, AB-тест. Это все то же самое. Так или иначе, нужно разбить группу, ну, юзеров на равные группы в случайном порядке. То есть предполагаем, что у нас есть достаточно юзеров. Напоминаю про это. В рамках урока это окей. Мы будем предполагать, что всегда есть достаточное количество юзеров. То есть у вас должны быть юзеры, потому что никто не AB-тестит, когда нет продукта, или он в теории, или юзеров нет. Мы проговорим, что такое юзеры есть. Ну, их про размер выборки, конечно же, тоже. Так вот, до запуска теста мы проектируем тест. Для этого нужно понимать, на кого целится, на всех или на конкретный сегмент. А значит, нужно понимать, опять же, привет, CGM-навык, воронку, ну, клиента, путь клиента, с нюансами из навыка, ну, про циклы, вот это все. Понимание путь клиентов мы можем разделить пользователей для теста. То есть, именно поэтому я говорил, очередность этапов, либо вот ваших страничек в макетах, куда вы хотите этот тест запихнуть, и есть ли там второе для выборки, достаточное количество юзеров. То есть, если мы бы изменяли что-то, он прямо на главной странице, ну, не все же доходят до покупки. Ну, кривой тест будет, у тебя всегда будут маленькие цифры. Причем погрешность будет большая, ведь люди заходят на твой интернет-магазин не чтобы купить, а просто посмотреть. Такое тоже может быть. А купить на маркетплейсе со скидками, с бонусами, там, со всякими сплитами, как это называется, рассрочками и так далее. Так вот, поэтому мы, видишь, целимся в корзину. То есть, надо думать, куда запихнуть это. Потому что, если будет это здесь, ну, я повторяюсь, да, окей, как много дойдут, рационально ли это, вспоминайте CGM, юнит-экономику, теорию ограничений по навыкам, да, узкое звено, оно тут, бутылочное горлышко или не тут. Ну, вспоминайте просто это все. А также пример в конце первого урока по навыку юзабилити тестирования, да, про конверсию, что, типа, мы что-то там делали, мы юзабилити проводили, ну, как бы, что-то не покупают люди. Или из изиметрики. Собственно говоря, вот к этому я и веду. Поэтому более разумно здесь брать, потому что, ну, из шага, где они начинают, собственно, процесс оформления заказа в рамках гипотезы, ну, перед тем, как они начнут оформления заказа. То есть, если пример с корзиной, то надо брать людей на этом этапе и делить на АБ, подсчитав выборку. Если пример с алгоритмом выдачи товаров, напоминаю, да, был там, что, типа, если мы изменим алгоритм, будем предлагать сопутствующие товары, то можно взять какую-то категорию товаров, бестселлеры, а там уже делить на АБ, подсчитав выборку. Затем, смотри, подбираются параметры теста. Это делает уже аналитик. Мы про них поговорим. Количество юзеров подбирается, потом дизайн размечается с событиями, что в конечном ведет уже к запуску АБ-теста и последующему анализу, интерпретации данных и принятию решений. Все, весь АБ-тест, вот весь навык, все, давайте пока. Ладно, я шучу. Давайте разбираться, потому что урок реально большой, как вы видите, и мы должны разобраться, почему АБ-тест, ну, не юзабилити, там, не еще там какие-то, почему именно АБ-тест, какие нюансы, параметры есть и вот это вот все. Почему бы? На самом деле все очень просто, то есть давайте начнем с того, что вообще можно изменить и протестировать в целом. Разумеется, дизайн, то есть мы что-то меняем в макетах, то есть если поменяем форму, поменяем расположение блоков, напишем другой текст, картинку сделаем, можем отрефакторить бэкэнд, алгоритмы, как уже я объяснил, если перепишем API, если перепишем вот эту штуку, то фильтры там и так далее, можем маркетингом позаниматься в целом, да, рассылками, чем угодно, то есть вложим в e-mail, пуш-уведомления, смс-ки, сделаем кучу лендосов разных по направлениям, может быть, создание новых продуктов, почему нет, если сделаем новый продукт x100, если будем сообщать о новом продукте, фиче, сценарии, так-то, изменим механизм и процесс работы компании, продукта, если изменим работу выдачи товаров курьером, если поменяем процесс выдачи товаров в постматах, если изменим это в интерфейсах на складах, то, ну и вот здесь по ссылке много чего еще, ключевое, мы должны захотеть понимать проблему, видеть ее, где она, привет, теория ограничений, cgm и так далее, юнит экономика, чтобы выдвинуть гипотезу для проверки, все, потому что хотим получить эти навыки для продвижения по карьерной лестнице, премии, рост АЗП, а также потому что работа в продукте это принятие решений, буквально, отправим рекламу по смс или вот на имейл, стоит ли предлагать больше товаров тут или там, стоит ли запрашивать больше данных, в какой цвет покрасить кнопку на сайте, ну это уж совсем, ну вы поняли идею, да, каждое решение может как увеличить, так и уменьшить прибыль компании, и важно это понимать и принимать при этом правильные решения, которые способствуют развитию и тебя, и компании, ну ты понял, и также решение важно принимать быстро, иначе это сделают конкуренты, все, все, что вот суть, то есть это все нужно в контексте делать, но опять же я напоминаю, ребят, у кого софт-навыки, у кого какие-то там договоренности могут быть по блату, не по блату, знакомые, пообщались хорошо, вы можете идти вверх по карьерной лестнице, хорошо ли будет от этого компания, если да, окей, ну я как бы не, ну бог вам судья, я не могу ничего критиковать и говорить в защиту того или иного человека, и я ни на кого не намекаю, я просто говорю, что то, что вы здесь, говорит, что вы хотите пойти по этому пути, ну я надеюсь, потому что иначе зачем, вы опять же смотрите, но если нет, кто, блин, вам что-то запрещает, понятное дело, что вы можете делать, что хотите, и просто кайфовать от работы и забить хер, так вот, по поводу принятия решений без оба-тестирования, да, а как иначе, есть, ну и в том числе, что так можно было, есть хипо, это просто мнение, ну не самого жирного, понятное дело, а самого высокооплачиваемого сотрудника, такого бегемота, то есть эксперта в доменной области, в знаниях, в продукте и так далее, то есть мы много раз проговорили из головы, без исследований, формально это вот может быть вот так, но еще может быть как самый влиятельный сотрудник, это the highest paid person opinion, мнение самого высокоплачиваемого человека, владельц компании, эксперт, ну то есть в данном вопросе, каком-либо, его привлекает, и можно полагаться на его мнение, типа все, берем вот это, ничего не делаем, ну я так условно, как из картинки пример, вот, и они основаны на опыте, может быть человек провел кучу исследований, на видении развития компании, и это позволяет принимать решения быстро, в том числе, очевидно, просто одного человека спрашиваешь, ну это может быть несколько людей, это может быть полезно на ранних стадиях развития, когда скорость важнее, и нет возможности вообще провести детальный анализ, однако такой уже подход имеет низкую точность при росте, так как мнение одного человека, ну как бы не учитывает всех нюансов, очевидно, но такое может быть, и не удивляйтесь, если такое встречали, или пойти к пользователям или клиентам, да, чтобы собрать информацию, можно провести опрос, пригласить людей на интервью, понаблюдать за ними, да, ну вот это вот все, и спросить мнение в том числе, так вот, тоже быстро, поскольку, ну провести опрос это фигня, организовать интервью, по сути тоже фигня, да, это не, я к тому веду фигня, не в контексте, что типа это пустяк, а в контексте, что это не АБ-тест, сложность, которую вы сейчас прям мозгами осознаете, потому что это матстат, напоминаю, и это не одна-две недели, еще после того, как вы все проделаете, вопрос лишь в точности, да, вот здесь я намекаю на точность, и в этом случае мы не опираемся на мнение одного человека, несмотря, ну, я имею в виду на хиппо, да, а проводим исследование, либо опрос, то есть наших клиентов, что может провести более взвешенному решению, несмотря на то, что, ну, на это, ну, что мы используем просто тоже мнение людей, особенно вопрос, в опросах, соответственно, надо это учитывать просто, потому что, ну, от реального поведения мнения отличаются, потому что люди врут, социально одобряемые ответы, ну, казаться хотят лучшими и так далее, короче, при этом контролировать это сложно, потому что, опять же, вы можете предложить вознаграждение за опросы, за интервью в том числе и так далее, вы поняли, ответил ли человек, ну, опять же, как думает на самом деле, или выбрал случайный вариант, это тоже, собственно говоря, вопрос в случае опросов, вопрос лишь в точности, я думаю, это понятно, го за дизайнем письма и отправим их, вот это пример давайте, вот такого, чтобы го за дизайнем, го поразгоняем, го пообщаемся и прочей чуши не было, нужно понимание и связка проблемы, плюс исследование, гипотеза плюс метрика, равно как и в обратную, это будет удобно, это будет удобно пользователям, юзабилити, ну, вы поняли, к чему я намекаю, вспоминайте навык юзабилити, метрика, это тупо чиселка, и с помощью нее измеряют эффективность процессов, то бишь выручка количества заказов, если мы про какие-то кафешки, время приготовления степени удовлетворения, если мы про кафешки, то есть как ведет себя бизнес-процессы, и как ведется работа с клиентами, то есть это разные процессы, но все это про метрики, и если всем пользователям, допустим, вместо смс мы отправили имейл, то мы хотим, чтобы это привело к увеличению количества заказов, ну, разумеется, нам нужно количество оплат, но в итоге, но я к тому, что, допустим, гипотеза такая, пофигу, спустя неделю, ну, тест, неделя-две, мы видим график количества продаж по дням, и вот вопрос, то есть начало теста, то есть мы неделю посмотрели, и отправляли смс, и вот наши имейлы, вот отсечка, когда следующая неделя была, это имейлы, стоит ли переходить на отправку по имейлам, ну, честно говоря, вот насколько, какой эффект мы вообще ожидали, да, вот что было за гипотеза, да, просто повысить, вот я всегда говорю, просто повыситься, да, но не уточняю, вот я к этому веду, мы в рамках АБТ-теста, в рамках, чтобы эксперимент поставить, нам нужны параметры, я про это много раз говорил, вот тут сложно сказать, очевидно, хорошо, это плохо, так, ну, короче, надо считать, да, но главное, почему АБТ-тест? Вот именно по этой причине, даже получив цифры, вспоминайте, изобилие вы получите только время, интервью, ну, вы поняли, я лишь напоминаю, не в контексте, что я, типа, говорю, но ты же говорил, что, типа, надо лучше модерируемый тест, интервью, да, но не забывайте, мы здесь говорим про реальность, вот сейчас мы говорим про реальность, когда мы идем и отправляем на продакшн, какой-то вариант, который вы, да, вот как раз таки происследовали, вы в нем уверены, и так далее, не просто так, вот, и вот эти варианты А и Б, то есть исходную версию, и то, что ты продаешь, ну, руководству на тесты, и так далее, что вы вообще проверять хотите, да, на мат-статистике, АБ, пошли, это эксперимент, и потому что из других видов, просто вот я к чему веду, исследований, это просто наиболее точный способ принятия решений, вот и все, но в то же самое время труднозатратный, как ты видишь, уже сразу же, да, что две недели, господи, нужно, это после того, что ты параметры все разметишь, и так далее, компетенции есть, вот это все, и, ну, так как труднозатратный, и так как требует усилий для проведения эксперимента, опять же, анализа результатов, почему так сложно, и вот здесь мы переходим к самому важному, а также самому сложному, это будет сейчас сложно, но я попытался реально упростить ребят, это очень было сложно, но я попытался, параметры теста, разумеется, это не все, я тут упускаю всякие терминологии, типа дисперсии, моды, медианы, средняя, но хоть я про среднее говорю часто, потому что это реально просто, вспоминайте, когда мы считали, ну, точнее, ранжирование, ранжировали в немодерированном тесте критерии, вот и все, ну, то есть среднее считаю, ну, я не думаю, что среднее нужно объяснять, среднее значение, я имею в виду, так вот, нам достаточно понимать вот такие калькуляторы, и, соответственно, ну, вот, собственно, вот, скорее всего, вот, всего лишь вот эти два калькулятора, самое важное понимать, ну, то есть, что это вот это вот конфиденции, вот это что такое, вот это вот, вот это что такое, что за цифры, ну, в частности, вот, размер выборки на каждый вариант, что это вот это вот все, вот это вот все, что это такое, вот это нам надо понять сейчас, вот это сложно, ну, на первый взгляд, да, потому что, опять же, ты не просто так вводишь туда циферки, я надеюсь, тоже понятно, собственно говоря, вот этим мы и займемся сейчас, Так вот, параметры теста Статистическая мощность, размер выборки, уровень значимости альфа Это вот такой значок P-value, минимально обнаруживаемый или детектируемый эффект MDE называется сокращенно Так вот, что такое статистическая мощность? Это вероятность обнаружить вообще результат Конечно же, если он вообще будет То есть, если определенный эффект существует Вспоминай нулевая, альтернативная гипотеза Я про нее уже говорил Или еще проще Это вероятность сказать, что реально есть эффект Когда он на самом деле реально есть Все Этот параметр позволяет выявить различия между вариантами Вариантами А, вариантами Б Все Когда, опять же, различия есть Вот и все В эксперименте не рекомендуется использовать показатели меньше 80% Но и выше 90% просто усложняется эксперимент Нужно больше пользователей и так далее Почему? Потому что, если мы ставим мощность То есть, statistical power Точнее, сори, да, все правильно говорю Я уже настолько в этом погряз, что иногда путаюсь сам Короче, при 80% мощности Есть 20% вероятность не обнаружить реальную разницу Мы про это сейчас поговорим Потому что это касается ошибок первого рода и второго рода Или первого типа и второго типа Это значит, что есть 20% вероятность Совершить такую же ошибку второго рода Как я уже сказал только что Типа Что есть два типа ошибок То есть, не обнаружить эффект Когда он на самом деле есть Вот и все Вот поэтому здесь и 1 минус Б 80% Эта вероятность рассчитана Ну, тут я уже показал и уже сказал на самом деле 1 минус Б И чем больше мощность Тем меньше вероятность вот этой ошибки Но при этом наоборот Но и при этом еще к тому же Нам нужно больше пользователей То есть, если мы увеличиваем Да, мы сокращаем количество второй ошибки Но увеличиваем с другой стороны Количество пропорционально Потому что они взаимосвязаны Первая ошибка и вторая ошибка Вот и все То есть, чем больше мощность Тем меньше вероятность ошибки Второго рода И наоборот первая повышается И вот что за ошибки? А все просто Как я уже сказал, их две Ошибка первого типа Ложно-положительный результат Он отвергает нулевую гипотезу Которая на самом деле верна То есть, мы говорим, что Напоминаю, нулевая гипотеза Это когда после АБ-теста Условно мы говорим Бля, разницы нет Мы ее отвергаем Хотя разница есть То есть, разница не разница есть А верна гипотеза То есть, никакой разницы реально нет А тест показывает, что Ну, нет, разница есть То есть, тест нам говорит Ну, то есть, тестирование нам врет Проведенный АБ-тест нам врет И из-за того, что мы получили Такие результаты Мы эту гипотезу отвергнули Хотя на самом деле она правдивая То есть, наличие разницы Тест показывает между вариантами Но никакой разницы нет И вот это несоответствие Получается из-за того, что Тест выходит из-под контроля Бак на продакшене появился Ошибка в оплате Или там Каких-то других случайностей Ну, тест разметили не так Что-то еще пошло не так Возможно, в выходной Возможно, какой-то выброс случился Праздник случился Вы этого не учли Ну, и так далее, и так далее И вот эта вероятность ошибки Первого типа обозначается буквой альфа Она не имеет отношения вот к этой теме Но по факту частично в целом да Короче Она относится к уровню Который уже является значимым для АБ Ну, 95% Доверие — это значит, что Оставшиеся 5% — это вероятность ошибки первого типа 0, 0, 5 Увеличение уровня Ну, то бишь Повышает Ну, увеличение уровня доверия, да Напоминаю, мы сейчас про мощность Но Увеличение уровня доверия повышает Возможность ошибки второго типа То есть Между альфа ошибкой и бета ошибкой Как я уже сказал Есть пропорциональная взаимосвязь Снижается одна ошибка Повышается другая И наоборот Это не жесткая связь Но она все равно есть Так или иначе Ключевое здесь Оно влияет на размер выборки И тот эффект Который вы хотите обнаружить Вот и все Ошибка второго типа Наоборот Ложно-отрицательный результат То есть Он не отклоняет Действительно Ложную нулевую гипотезу То есть Мы ошиблись Потому что мы увидели тест И приняли H0 То есть нулевую гипотезу То есть Что различий нету Но на самом деле Различия были Иначе говоря Тест не видит Улучшения в ту или иную сторону Типа Ну В B-вариант В одном из вариантов точнее Хотя на самом деле Улучшения есть Вот и все И вероятность Совершения второй ошибки Это бета-ошибка Как я уже сказал Опять же пропорционально Статистической мощности 1-b То есть если риск Совершения ошибки Второго типа Составляет 20% уровней Мощность будет Ну Логично Опять же мы про вот этот Ползунок говорим 80% Все То есть можно снизить Риск Ложно Отрицательного результата До 5 До 10 Скажем вот так Но выборка Видишь Меняется Значительно На каждый вариант То есть нам При 95% В тех параметрах Остальных То есть вот Исходя из этих параметров Нам потребуется На каждый вариант 5 тысяч человек В интернет-магазине Твоем Допустим Есть 5 тысяч То есть 10 тысяч человек На каждый вариант Вот Вот с этими параметрами Вот постоянно приходится играть Готов ты Ошибиться в этом Количество процентов И если будет вот такая Гипотеза То есть ошибка Второго типа Или первого типа Ну нулевая Или альтернативная гипотеза Я думаю Понятна взаимосвязь Вот этого бегунка Ключевой он влияет Просто на выборку Потому что вероятность Становится Меньше Ошибки И чтобы Мы меньше ошибались Нам нужно Просто тупо Больше людей Аналогию С монеткой Подбрасыванием Орел Или Решка Вот и все То есть чем больше Мы подбрасываем Тем вероятнее Скорее всего В зависимости от наших Бросков Ну и тупо Случайности Математической Мы в сторону Какую-то уйдем Вот и все То есть Чем больше измерения Аббатеста Тем больше мощность Этого теста Но мы тут Ограничены В том числе И временем Потому что Вы что будете Что-то тестировать Но опять же Как же идеи Ведь другие Тесты Нельзя запускать Параллельно Мы про это тоже поговорим Почему Уже во втором Точнее уроке И вот В многочисленные Калькуляторы Для оценки Продолжительности Аббатеста Вот эта мощность Она и заложена Калькуляторов Реально масса Они плюс-минус Дают одинаковые результаты Почему плюс-минус Есть проблема Округления Разные формулы По разной сложности Уточняющие параметры Они все Про одно и то же Их смысл Один и тот же Но просто Проблема округления Есть Вот и все Так вот Один из Параметров Вот этого расчета Для мощности Он почти всегда Традиционно Принимается На 0,8 То есть вероятность Того что мы ошибемся Если подтвердится H0 20% То есть Если подтвердится H0 То есть если Разницы нет Найти нужный баланс Вот это вот Целая наука Наука Как ты понимаешь Это не про дизайн Но главное На это влияет Как я уже много раз повторялся Вот размер выборки И минимально обнаруживаемый Эффект MDE Уровень значимости Альфа P-value И желаемый уровень Мощности подразумеваемый Опять же уровень ошибки Второго типа Вот то что мы проговорили Смешная картинка То есть False positive Это первого Ну первого типа ошибка То есть первого рода Да То есть она означает что Блин чувак Тест показывает Что ты беременен Ну как бы мужик Ну типа Ну нет Понимаешь Да И наоборот False negative Тест показывает Что ты не беременна Ну как бы Очевидно Да Вот к этому все ведет И мощность Ключевая Если ее больше Нам нужно собственно говоря Ну у нас меньше процента Вероятности ошибки Того или иного рода Пропорционально Они взависимы То есть если мы уменьшаем вторую Мы увеличиваем частично первую И чтобы Чем точнее тест Тем больше нам нужен Ну собственно говоря Ну людей Подбрасывать монетку Чаще Так вот Про размер выборки К чему вот это все и было Да Это просто количество наблюдений Подбросили монетку Что выпало Подбросили монетку Что выпало Человек зашел в наш сайт Дошел до определенного этапа Купил не купил Монетка Буквально Ты не знаешь Что выпадет Это просто Ну Количество наблюдений При котором мы будем делать выводы Так вот Как пользователи попадают В ту или иную группу АБТеста Это сегментация Опять же В рамках нашей логики Сегментации Которые я приводил Типа старые пользователи Новые пользователи Это вот оно И плюс Надо понимать Что сайты Именно Наша система аналитики Должна что-то Ну отслеживать Конкретное И Ну по каким-то Конкретным параметрам И какие-то параметры Собственно говоря Это геолокация Да там Люди там из Москвы И Питера Могут быть чаще Там что-то покупать А в других регионах Меньше Потому что вас Возможно там нет Или они с доставкой Заказывают Поэтому реже По демографии Возможно вы хотите Технический браузер Устройство Поведение на сайте Новизна пользователя Да Старый новый пользователь Залогинены ли нет Зарегистрированы ли нет В принципе Коммерческие По количеству частоты Давности Суммы среднего чека Ну суммы Средний чек Покупок и так далее То есть Ну Понятное дело Это про деньги Любые другие И это все может Комбинироваться Друг с другом То есть Получится множество сегментов Внутри каждого из сегментов Ну трафик будет делиться Вот этот самый калькулятор Есть еще один калькулятор Но Я к тому его привел Просто чтобы вы понимали Что цифры будут отличаться Вот как раз таки Из-за проблемы усреднения Вот этого всего Собственно говоря Вот это оно и есть Вот уровень значимости альфа Significance level альфа Вот второй бегунок Вот здесь который Это вероятность того Что мы ошибочно Отвергнем нулевую гипотезу Когда на самом деле Она верна То есть Это ошибка первого рода Это заранее установленный порог До теста Который задает Сам исследователь Вот этот уровень значимости Он Ну Мы его сами задаем То есть Мы готовы с чем-то мириться Опять же Да Не путаем с p-value Ниже Потому что Мы ниже будем это рассматривать Но опять же Там цифры похожи 0.05 тут 0.05 тут Типа В чем разница Мы проговорим Но p-value Это результат анализа данных То есть После уже теста Мы смотрим на p-value И сравниваем с этим порогом Для принятия Каких-то решений Те кто был На юзабилити Уроке третьем Понимают сейчас О чем я говорю Ну так вот Результат теста Считается статистически Значимым Если данные Дают достаточные доказательства Для отвержения Нулевой гипотезы То есть Если p-value меньше Уровня значимости 0.05 Различия значимые Нулевую гипотезу Отвергаем Ну Вот и все Еще проще Вот если По проведенному А-Б-тестов Двух лендосов А и Б Да Два лендоса Можно на 95% Доверять в пользу Одного из вариантов Это значит Что у нас всего 5% вероятности Что наблюдаемое улучшение Является результатом Отвержения Нулевой гипотезы То есть Ошибка первого рода Вспоминайте ошибку первого рода Еще проще Если Ну провели А-Б-тест Ну тот же самый пример Двух вариантов лендосов И если Можно доверять на 95% В пользу одного из вариантов Это означает Что наблюдаемое улучшение Является результатом Ошибочного отвержения Ну гипотезы Да Или Что При уровне значимости 0,05 5% То бишь Мы готовы Принять риск В 5% Только Что наблюдаемое улучшение Могло произойти Случайно И что Нулевая гипотеза Была отвергнута Ошибочно То есть Ну Ошибочно Нулевая гипотеза Отвергнута То есть Мы Увидели в тесте Разницу Но ее нет То есть Мы отвергли нулевую Понятно Да Только в 5% Вот и все И 5% Уровень Это просто Значимый уровень В тесте Принято так считать Потому что Достаточно нам Пяти погрешностей Да Условно Ну Риск в 5% Чтобы на 95% Быть уверенным Мы про это поговорим В том числе В доверительном интервале Что это значит При нормальном распределении Бла-бла-бла-бла-бла Короче Вы должны понимать Что Опять же Двигая этот ползунок Вы влияете На другую ошибку Вот и все Это нужно учитывать Ключевой здесь Совет И на практике Это не меняется Разумеется Если вы не готовы Совершать Какой-то процент Ну то есть Типа В ту или иную сторону Ошибаться Но чаще всего Вот так То есть Если я захочу Ошибаться Наоборот В меньшем случае В эту сторону Ну так или иначе Это просто На размер выборки Играет И на вероятность Совершения Той или иной ошибки Вот и все Альфа В пять процентов Ну опять же Повторюсь Допускается Что пяти вероятности Ошибочен Отказаться От нулевой гипотезы Если мы снижаем Альфа До одного процента Мы увеличиваем Вероятность Совершения Ошибки Второго типа При прочих равных Опять же Они просто Пропорционально Взаимосвязаны И увеличение риска Совершить второго А увеличение риска Совершить ошибку Второго типа Снижает Эффективность Тестирования Ну то есть Общий совет Просто не меняйте Параметры Потому что У вас повысится Или понизится Та или иная ошибка Вот и все Но ключевое Вы понимаете Зачем эти параметры Нужны Что они влияют На ошибки И на размер выборки При заданных Собственно МДЕ Вот он И вы должны Знать текущую Конверсию Так вот P-value Ну я обещал Вам что Что расскажу Что это такое Вообще Это вероятность Получить такие же Или большие значения Экстремальные Отклонения При условии Что опять же Нулевая гипотеза верна Чем меньше P-value Тем сильнее Доказательство Против H0 То бишь Нулевой гипотезы И P-value Показывает вероятность Того что наблюдаемые данные Могли быть получены Случайным образом Опять же При условии Что Нулевая гипотеза Верна Считается Что если P-value Меньше 0.05 Опять же Случайность Получение Различия Полученное Различие Они значимы И гипотеза Подтверждается В ту или иную Сторону Здесь К сожалению Мне надо Вспомнить Опять же Немодерируемый Юзабилити тест И ребята Которые Видели Из Jamovi Примеры Которые автоматом Считаются Критерии Вулкексона И Манвитни И если вы задавались Что это за P-value В том числе И почему мы с ним Сравнивали по табличкам Вот Собственно Давайте Посмотрим на это Это кстати К слову Что нужно смотреть Навыки В том числе Ну Понимать Типа Что и зачем Ну Делается Опять же Внимательно просто Так вот В примере Тогда у нас Получилось 9.5 Мы сравнивали его С табличкой При заданном Опять же Уровне 0.05 Теперь вы понимаете Откуда это берется То есть при 5% Да 0.02 Ну это явно Меньше чем 0.05 Да Опять же Там из таблички Надо было сравнить Я просто не хочу Спойлерить Тех кто не смотрел урок Опять же Покупайте доступ Вот А значит Мы отвергаем Нулевую гипотезу То есть видишь Тест прошел Мы посмотрели И увидели При заданном уровне 0.05 Потому что мы готовы При 5% совершать Вот эту ошибку Первого типа Понимаешь, да? Ну и мы Отвергаем Нулевую гипотезу Потому что Там меньше И принимаем Альтернативную Что тогда У нас В критерии Мана Уитни Ну при тех же Значениях Которые мы Получали Ну Есть разница И мы Считали Медиан И выбирали Вариант лучше При немодерируемом Тесте Ну и чем меньше Значение Тем лучше Так как при этом Увеличивается Ожидаемая Ожидаемая Значимость Результата И наоборот Когда мы Уилкексона Смотрели У нас получилось 25 Ой 22 И 0.605 То есть Т эмпирическое Мы получили 22 И разумеется 0.605 Это больше И мы наоборот Принимаем Нулевую гипотезу А это значит Что Действительно Разницы нет Отвергаем Нулевую Все Выжимка Если P-value Уровня значимости Альфа Обычно Берется 0.05 Отклоняем Нулевую гипотезу То есть Заявляем Что удалось Обнаружить Какие-то Значимые Результаты Между А и Б В том случае С Маном Буитном Мы Замеряли Один прототип На две Независимые Выборки А с Уилкексоном Если P-value Больше Уровня значимости То данная Нулевой гипотезы Не противоречит Значит Отличия Не найдены Значит Мы принимать Можем Нулевую гипотезу И с Уилкексоном Мы делали Вариант Прототип 1 Вариант Прототип 2 Просто на пользователях И там В сдвигах Не было разницы Ну собственно Плевать Какой прототип Запускать Но это В случае Немодерируемым Но главное Вы понимаете Что значит P-value То есть Если мы Вот ведем Вот эти данные Да То Ну то есть 100 попыток Ну Давайте 1000 допустим Сделаем И там Пустим 100 И 200 И при Заданном Видите P То есть Вот я к тому Что Как вы должны Посчитать Какой из вариантов Лучше Да Получается Ну явно Это меньше Чем Confidence Level 95 То есть 5% Вот те самые Разумеется Мы можем Тут двигать Тут на это Ни на что Не влияет Ну кроме Как вот Confidence Интервала Мы сейчас Про это Тоже поговорим Но ключевое Здесь вы понимаете Почему второй Вариант Лучше И что Именно Вы отвергнули Или приняли То есть Вы отвергнули Нулевую гипотезу Здесь Потому что P-value Меньше Чем 0.05 Очевидно Можем Рассмотреть Какую-то Спорную Ситуацию Но я Сомневаюсь Что здесь Что-то Будет Потому что А сейчас Секунду Вот Здесь Она не будет Влиять Потому что Нужны Совсем Какие-то Граничные Значения Чтобы Что-то Повлияло Моя идея Была здесь Вам объяснить Что Вот это Такое И почему Второй вариант Ну Очевидно Лучше Разумеется Здесь Не будет Significance Level То есть Видишь А я Тупой Я здесь Не поменял Значение Все Вот 0.57 То есть Оно больше Чем 0.05 Ну Короче 0.05 0.05 0.00 Ну да Ты Сотых Получается Да Или тысяч Сотых Сотых Все правильно И соответственно Ну оно Больше И Ну вердикт В том Что Ну левая Гипотеза Нету Разницы Вот и Все Теперь МДЕ А именно Вот этот Эффект Чтобы Вытащить Размер Выборки То есть Мы Приближаемся Чтобы ты Использовал Этот калькулятор Ну наиболее Осознанно Опять же При выдвижении Гипотезы При выдвижении Сколько тебе Юзеров Надо Вот это Все Заранее Чтобы Да Мы Немножко Делаем Работу За Продакта Но Ключевой Здесь Я хочу Вам Во втором Уроке Показать Список Гипотез Которые Мы Можем Набрасывать Что Мы Поменяем Как Дизайнеры В том Числе Чтобы Ты Понимал Не Просто Так Берутся Гипотезы Почему И ты Задавал Вопрос Осознанно И Собственно Тебя Уважали Если Ты Приходил Со Своими Идеями Так Подготовленным И так Далее Так Вот Мде Минимально Обнаруживаемый Эффект Или Детектируемый Эффект Это Разница Результатов Которые Планируются Вывить Между Вариантами То есть Простыми Словами На какой Минимальный Процент Вырастет Конверсия Если Тестовая Гипотеза Пойдет В релиз То есть Трой Вариант Также Это Инструмент Который Помогает Спрогнозировать Выборку Калькуляторы Ну Который Там Выше Был Ну И Сколько Времени Понадобится На Эксперимент Почему Потому Что Ну Вот При Таком Результате Минимальном Абсолютном Мы Тоже Про Абсолютный Релатив Вот эти Бегунки Поговорим Нам Нужно 3000 На Каждого Человека Еще При Вот Такой Мощности И Уровне Значимости Есть Такое Количество Людей И Сколько Времени Потребуется Неделя Или Две Или Больше Вот И Все Держи Всегда В голове Что Если У вас В продукте Очень Много Пользователей Это Сложно Будет Обнаружить Ну Небольшие Различия Какие-то И Вот Для Этого Требуется Более Крупная И Выборка И Ваши Изменения В Продукте Должны Быть Значимы В поведении Пользователей А Почему АБТесток Непосредственно Связан С Продуктовым Дизайном И Не Существует Фиксированного Размера Выборки Я Надеюсь Ты Это Понял Исходя Из Того Что У нас Есть Разные Бегунки На Влияние На Ошибки Того Иного Рода У нас Есть Конверсия Которую Мы Должны Знать Уже В рамках Того Сценария Либо Всего Продукта Если Вы Именно Тестируете И Заданного Минимального Ожидаемого Эффекта Вот Какая Разница Между Ними Будет Между А И Б Так Вот МДЕ Вот Relative И Absolute Поставим 5% Вот Если Зная Мы Знаем Что В этом Сценарии Каком Сценарии Х Конверсия 5% То Выдвигая Гипотезу Ты Говоришь Что Твой Новый Макет По Фич Будет Absolute Допустим Тебе нужно 1965 Пользователей На каждый вариант Грубо говоря 4000 Или Ты говоришь Что твой Макет Будет На 40% Лучше Относительно Текущей Конверсии То есть Мыслишь В относительных Значениях Или в абсолютных Значениях Это надо Уточнять Ну Потому Что Если Ты Проверишь На 40% Тебе Вообще Там Пользователей Нужно Совсем Чуть Но Если Ты Relative Поставишь Будет Та же Цифра Я 40% От 5% Вот этих Конверсий То это 2 делишь На 5 Умножаешь На 100 То есть Это вот Эти 2% Вот они Откуда Они взялись На 40 То есть Те самые 2% Просто Ты мыслишь Абсолютно Типа Вот конверсия 5 Вот сейчас Я бахну Вот этот Макет В тест Вы увидите Плюс 2% Конверсии Или наоборот Я увеличу На 40% Понимаешь Это такая Манипуляция Еще с цифрами Типа Ну 2% А много Или мало Вдруг там Сотни миллионов Или 40% Как звучит Особенно в B2B Когда ты растешь Ну Растешь Собственно Да И по Карьерной лестнице И просто заявляешь Такие значения Хотя там Всего там Пару человек Условно Ну Think different Как говорится Относительно того Как влиять На голову людей Еще раз Если Ну опять же Это все сложно Поэтому я вот Еще раз Повторяю Еще раз Еще раз Еще раз Если исходная Конверсия Была 5% А минимальный Видимый эффект Ты хочешь на 40% Увеличить Относительно То есть 0,4 То есть ожидается Что конверсия Вырастет до 7% Почему? Потому что 5 оригинальных И 5 на 0,4 Ну 2 Ну 5 плюс 2 Вот и все То есть минимальное Количество тебе нужно 1965 человек На каждый вариант Это нужно для ориентира Когда можно будет Остановить тест То есть у тебя Вариант А и Б 1965 1965 За неделю За две Сколько вы наберете Столько юзеров Для А и Б вариантов То есть 3930 человек То есть есть ли такой трафик У вас в этом сценарии Если нет Зачем ты А и Б проводишь Может не модерируемый тест Может модерируемый тест Может интервью Может наблюдение Может в продакшн сразу Ну и отвечать будет продакт Зависимая того На чем вы договоритесь Еще проще Это размер эффекта Который вы хотите Который можно обнаружить С заданными вероятностями ошибок И стандартными отклонениями И размерами групп Вот и все Ну Ничего сложного И почему АБТест еще сложный Почему Ну то есть Любое вот теперь Вот вы видите Вот вы понимаете Всего по сути там Четыре параметра Но как сложно это уже И как легко будет Любого на любой конференции Дизайнера спросить за базар Да Типа я там АБТест Вот это все Типа что такое пиво Или ой Сринг пук Не знаю Что там за эффект Как вы измеряли То есть Вот в этом контексте Тебе нужно еще и понимать Чтобы понимать Кто пиздит Кто нормальный Ну в контексте знаний И у кого можно учиться Что на что влиять И как вообще Расти в продукте Напоминаю Можно просто Общаться нормально Договариваться Дружить со всеми Быть покладистым И идти по карьерной лестнице Я не отрицаю Что такое есть Я не говорю Что это плохо Или хорошо Я просто говорю Вам выбирать Проверочный вопрос Чего вы смотрите Ну как бы И кого слушаете Куда идете Так вот Устойчивый эксперимент Ключевое здесь Это про проектирование теста Подбор параметров Напоминаю Ну До всего этого проблема Гипотеза Вот это все Но ключевое Он должен быть спроектирован То есть вот эти параметры На что вы соглашаетесь При каком эффекте И при каких выборках Вообще Есть ли такая возможность Ну Вот в этом контексте Я говорю И чтобы подтвердить Устойчивость Иногда Ну там есть разные методы Но ключевое здесь Проведение АА теста То есть Это буквально То же самое Что и АА и БТест Просто изменений Никаких нет Вы перепроверяете Свои системы аналитик Кто-то запускает На Google Кто-то на Яндекс А кто-то и на то и на то И чтобы проверить Что ни та, ни та Не сбоит В контексте Не какой-то погрешности А что вы настроили Все так Все события И всю аналитику И все сессии Считаете так Чтобы Ну не ошибаться Вот и все Ну и учитывая Сэмплирование данных О котором я говорил Потому что Сэмплирование данных Это значит Что вам система аналитики Потому что они бесплатные Да в основном Не показывают все данные Допустим 50% Из всех Это просто потому что Ну она же крутится Где-то система Она же что-то считает Это сервера Ну купи платный тариф Купи Google аналитику Я не помню сколько она стоит Но несколько сотен тысяч долларов Это точно Сотен тысяч долларов За год У кого такие деньги есть Так вот Все то же самое С той же выборкой Как и АБ Различие только в том Что пользователи видят Одно и то же И если значимых результатов В результате не получено То есть P-Value мы смотрим Да И в принципе циферки Остальные То все ок А если есть То значит Проблема С проектированием теста С разметкой По событиям Плохо посчитали Банальная ошибка Человек Поделили плохо На юзеров Может быть Какой-то выброс был Праздник Сезонность Что-то еще не учли То есть куча всего И это все Надо учитывать В том числе Это сложно При этом нужно Соблюсти еще условия Ребят То есть Не проверять Статистическую значимость П-Value Пока тест не завершен Это можно Потому что Можно сформулировать Типа Блин Уже 3 дня Крутится Я вижу П-Value 0,605 605 тысячных Тих самых Это больше Значит все Разницы там нет Блин Все Отвергают Ту или иную гипотезу Ну вы поняли То есть искаженная картинка Это проблема Подглядывания Вот это она и есть Не надо прерывать тест Если в течение наблюдения Ну ты увидел разницу Допустим Неделя прошла Хотя тест Ты назначил на 2 недели И ты такой Все остановим Все супер Годим в продакшн Раскатываем Тест на больше То есть напоминаю Что я там на схеме Показывал 50 На 50 Но это было 10% пользователей Теперь ты там захотел Ну или 5% И 50 На 50 Раскатал Потом ты хочешь На 10 На 15 На 50 Процентов Всей твоей аудитории На 100 То есть понимаешь Да это Несколько итераций Чтобы прежде чем На 100 Ну либо ты пахнул На 10 Потом сразу на 100 Так тоже можно Ну люди такие Ты это не решаешь Как дизайнер Но ключевое Ты теперь это знаешь Что раскатка Идет планомерно Учитывать Что если мало трафиков Или конверсии Необходимая выборка Может накапливаться Очень долго И время потрачено Будет впустую Ну тестировать Что-то 3 месяца Зачем Лучше как-то Быстрее протестировать Ну собирать Фидбэки И так далее И здесь Вступает что Юзабилити Тесты И вот эти самые Исследования Интервью Наблюдения И так далее Потому что Они дешевле Ну 3 месяца Всем платить зарплату Еще и тестировать Что-то Ну сами понимаете Вот зачем Баланс Иногда есть Ну и разумеется Специфика продукта B2B B2B B2C Я надеюсь Это тоже понятно Что все это Не просто так Каждый из этих навыков Подобран на этой платформе Не просто так Ну и ты теперь знаешь Трейдов Торг Блин У нас здесь Недостаточно трафика Значит тут только Такие исследования Ты знаешь Что выбрать теперь Не эфемерные Какие-то таблички Там с кучей Всяких методов Сотнями методов Всяких исследований Кануа Приоритизация Вот это все чушь А конкретика На практике Что сделать В какой ситуации Мало юзеров Интервью Наблюдение Модерируемые тесты Достаточно юзеров Ну то есть Чуть больше там 100 Окей Можно немодерируемо провести Если у вас выборки Достаточно на конкретный Опять же результат Это было в навыке CGM Для чего это Чтобы зафиксировать Этот опыт Посмотреть на циферки Метрики В рамках циклов В рамках этого Сегментации Бла-бла-бла-бла-бла Теперь ты это понимаешь Зачем все нужно Ну и теория ограничений Чтобы увидеть в этом CGM И вообще в юзерфлоу И так далее Ограничения какие-то Чтобы опять же Влиять на метрики И для этого нужно понимать Юнит экономика Привет Юзерфлоу Сценарий базовый Накидать Вот привет И так далее И так далее Вот это все Привет Все остальные навыки Надеюсь это понятно Что все это Так вот Опять же Учитывать Все возможные условия Быть равномерными Цикл продажи Какой у вас цикл продажи Может у вас Первого и пятнадцатого числа Приходят И только один раз в месяц Или каждый день Или каждую неделю Сезонность Каналы трафика Все это должно быть одинаково Для верности Ну через некоторое время Повторные тесты Вот Bing проводили Много тестов И все равно Давало положительный эффект Опять же Это про раскатку Если тестируются Нерадикальные изменения В поведении Процессе дизайна И нет эффекта Низкого старта По ссылке почитаешь Не стоит ждать Кратных изменений То есть если вы Меняете какую-то мелочь Вам не нужно Ждать кратный результат Но для вас Он может быть значим Потому что у вас Очень крутая компания Большая какая-нибудь Big tech какой-нибудь То есть самый Микроменеджмент Вот этот вот Дрочь Там какую-то Маленькую циферку Вот тут начинается Ну кратное ожидание Не стоит ждать Поэтому в больших Компаниях Мало что Можно поменять Так вот Если в результатах теста При небольших изменениях Получены какие-то Кратные изменения То есть смысл Перепроверить Правильность эксперимента Потому что Вот если ты что-то Чуть-чуть совсем подкрутил И увидел Кратный результат Как с бингом Тупо строчку поменяли И выручка выросла На сотни миллионов долларов Перепроверь Может быть это ошибка Так вот Опять же Обратиться к критериям Устойчивости Теперь ты это все знаешь Что параметры теста Могут быть не так заданы И на каком-то Митинге ты говоришь Типа Блин а у нас точно Параметры такие заданы Что там с p-value И так далее И все такие Вау Нифига себе Ну и ты приносишь Допустим Какую-то гипотезу Опять же Посчитанную через Ну собственно говоря Калькулятор У тебя допустим Есть там На конкретном сценарии Там 5000 человек Всегда есть То есть 10 На каждый вариант Да Я про каждый вариант И ты допустим Думаешь что У тебя сейчас Цифра метрика Допустим 7% Да я сейчас говорю Про относительную конверсию Не абсолютную И ты говоришь Что ты хочешь Поднять ее там На 6% Ну это слишком много Поэтому у тебя Маленькая выборка Но допустим Ты хочешь Вот я хочу Показать Что если Совсем маленькие изменения Ты хочешь внести То есть Кнопочку подвинуть Туда Ну на что это повлияет Я немножко спойлерю Второй урок То есть Если ты хочешь В абсолюте поднять До 7,4 Ну давай до 7,5 Тебе нужно На каждый вариант 41 тысяча человек А у тебя Интернет-магазин Поэтому ты хочешь То Поменять как-то Значимо На 1% 10 тысяч человек Ну у тебя всего 10 тысяч человек Блин Ты смотришь на макет Ну как-то слишком мелочно Давай я процесс поменяю Уже ближе Ну вот Я думаю понятно Да Что Наша работа Очень ограничена На что мы можем влиять Ну то есть Опять же При остальных Заданных параметрах Снизу Но их мы не трогаем Но ты понимаешь На что они влияют На ошибки Первого, второго рода И все Ну я немножко спойлерю Я все Я должен становиться Просто всегда хочется Иногда больше дать Заспойлерить Так вот Нежелательно проводить Несколько экспериментов Одновременно Потому что Если они влияют На одну и ту же метрику Это может повлиять На качество Результаты эксперимента Опять же Поэтому мы взяли Не просто Ревенью А уточнили Ревенью На каждого пользователя Ну потому что И так и так Будут покупать Ну то есть Мы можем не заметить Разницу Так вот Ну поэтому Мы средние считаем На пользователя И другие термины Как я уже говорил Квартили Межквартили На расстоянии Нормальное распределение Мы про это поговорим Доверительный трал Поговорим Про корреляцию Причинно-следственной связи Я упомянул На это легко загуглить Оставь все это аналитику Ключевой вопрос А дизайнеру-то что? А дизайнеру Все то же самое, ребята Мы должны понимать Проблему Где она лежит Что это за проблема Выстраивать гипотезу И ориентироваться На метрики И тестировать Вот и все Потому что Не всем Дано Аботестировать У всех Все навыки разные У продуктов ваших Даже возможно Таких навыков нету Либо они Ну ошибаются Это все нормально Не все Мы умные Не потому что Мы тупые Или дураки А потому что Нас не обучали Именно за этим Вы в том числе И здесь Я тоже таким был Ну и собственно говоря Я тоже ошибался Именно поэтому Если кто-то Ранее меня смотрел Года 4 назад Некоторые ролики Просто пропали С ютуба Я их скрыл Потому что я ошибался Со всякими Кано и так далее Оно конечно же Работает в профессиональной Убедительности Но на практике Это не имеет смысл Напоминаю Знать нужно Не больше А лучше Вот и все Все то же самое Ничего нового То есть Мы исследуем Любым образом Исследуем Видим проблему Выдумываем Из головы Либо просто Ну Или выдумав Из головы Появляется ключевая Гипотеза Если сделаем это То это повлияет На то А проверим так Абатест Модерируемая Немодерируемая Тупо коридоркой Тебе нужна Это высечка Камень Хочешь узнать Что-то о юзерах Интервью Почему она желтая Потому что для этого Есть навык Точнее будет навык Jobs to be done Последний навык Плюс наблюдение Плюс модерируемый тест Плюс аналитика Метрики Если у вас есть это Хочу сделать слепо Какого-то юзера В каком-то артефакте User flow Если это какой-то сценарий Последовательность действий В рамках какого-то сценария Техническая штука По сути Весь продукт По этапам От пользователя До платящего Пользователя Клиент Покупатель Называйте как хотите CGM Весь продукт Я уже говорил про это По этапам В рамках внутреннего продукта B2B Или даже B2C Где нет платящего UGM То же самое Что с CGM То же самое делается Только это шире По контексту И она более гибкая Так как она показывает Путь до любого действия Ну опять же Какой-то цели именно То есть До места Где работа выполнена Ну в рамках фреймворка Уже jobs to be done Если мы говорим Но не до покупки Так как юзер Ничего у вас не покупает Он не покупатель Не клиент Вот и все Хочу протестировать Что-то на юзерах Проверить сценарий На тупые базовые Глупые ошибки Тупиковый сценарий Коридорка Споры с менеджером Или есть время Деньги Юзабилити теста Не так дорого Это модерируем И немодерируем И мы все считали Реально проверить Как дизайн отработал На бизнес Ну и юзер потребностях То есть бизнес метрики Ну то есть юнит экономика Вы поняли АБ тест Все просто И практически все эти навыки Закрыты Ну Кроме интервью Последний навык В рамках Джабст Вот и все Что же касается АБ теста У вас может быть Что-то происследовано И быть в голове Гипотеза с пониманием Метрик Так вот Что нам еще нужно Чтобы продавать Их лучше Это знание Которое я вам Дам Но полноценно Мы просмотрим его На втором уроке Он будет короткий Прям совсем Поэтому Просто поговорим Что такое доверительный интервал Это диапазон значений Который с определенной Вероятностью Например опять же Те же самые 95% Выборочной совокупности Это твоя выборка Напоминаю Да Какая это выборка На конкретный Один вариант Ну или сегмент юзера Какой-то ты взял Да конкретный В который попадает Средняя генеральная совокупность Это все твои юзеры Вообще все твои юзеры Во всем продукте Не конкретно в этом сценаре А все С определенной вероятностью Например 95% доверительный интервал Означает Что в диапазон значений От нижней границы До верхней Потому что это диапазон Ну интервал То есть от одного До одного Нижняя граница Ну и верхняя С 95% Вероятностью Попадает среднее значение Всей генеральной совокупности Ну то есть Если условно Конверсия 1% То в 95% То в 95% случаев Если доверительный интервал Плюс-минус 0,5 То мы говорим В 95% случаев Все остальные юзеры Вот в этом диапазоне От 0,5 до 1,5% Потому что 1 плюс Минус 0,5% Ну это 1 минус 0,5% 0,5% 1 плюс 1 плюс 0,5% Это 1,5% Вот в этом диапазоне От 0,5% До 1,5% Относительно среднего Одного процента Который ты должен знать Ну условно Твоя гипотеза 1% Что у тебя при текущей конверсии Ты вот так повлияешь условно Предположим Сейчас не закапывайтесь Просто это диапазон значений Что для всех остальных В 95% случаев Будет вот такая конверсия Хорошо ли это Плохо ли это Какая исходная была Готовы ли мы идти Что вот в нижней границе Будет 0,5% Это уже вы решаете В рамках Ну продукта И вообще понимания Сколько у вас там денег В продукте Опять же В сторону юнит-экономики Я кое-что сейчас намекнул На второй урок Кто понял Тот понял Как это будет работать Так вот Еще проще Это интервал Который покрывает Оцениваемый параметр Конверсию в основном Конечно же С заданной вероятностью Для нормального распределения Это диапазон Вообще 2 Но если точнее Это 1,96 Вот этот значок Это сигма Это стандартное отклонение Опять же Для 95% интервала Это значение 1,96 Плюс-минус Как я уже сказал Еще называют это сигмой Стандартное отклонение Так вот Стандартное отклонение сигма Одно же Среднеквадратичное Отклонение Это квадратный корень Из дисперсии Поэтому я не внедрял Этот термин То есть Среднее расстояние От значения До среднего Это мы сейчас Посмотрим на нормальном Распределении Это нормальное Гауссовское Распределение Но среднее Это вот оно И сигма Это вот эти полоски Раз сигма Два сигма Ну там Три, четыре, пять, шесть Для более точных наук То есть физики Там и так далее Так вот Стандартное отклонение Связано Правило Трех сигма Вот график И вот все значения В этом диапазоне Относительно Среднего Нижняя Верхняя граница Покрывает 68% Ну 68,26% Значений Две сигмы Собственно Вот раз И вот вторая Две полоски Две сигмы Те самые 95% То есть мы уверены В 95% Для всей выборки Будет где-то Вот в этих значениях Плавать Наша конверсия Ну три сигмы Это 99% То есть максимальная точность Но Нам достаточно двух Потому что В большинстве случаев Двух В наших кейсах С интернет-магазинами И конверсиями Этого достаточно В 95% Почему все так примерно Потому что Любая мат-статистика Ты уже знаешь Работает с погрешностями Потому что могут совершаться Ошибки первого и второго рода Опять же 0,5 P-value и прочее Ключевое здесь Нормальное распределение Это распределение вероятности Которая имеет Колокообразную форму Всегда Оно может быть Уже Точнее Шире Уже Диапазон же все-таки Так вот И симметрично Относительно Среднего значения Вот оно Среднее значение Те, кто Был на курсе На навыке Урока третьего Юзабилити-теста Все уже это видели То есть закон Нормального распределения Он находит Своё отражение Где мы получаем Большое количество Измерений Рост Вес Размеры Листа Дерева Многое другое Подброс монетки Надо много Подбрасывать монетку Чтобы приблизительно Понять Вот где Где вот в 95% Лежит достоверный результат Лежит достоверный результат В рамках Вот этих Замерах Ну и Других Параметрах То есть это означает Что большинство значений Случайно величины Почему случайно? Потому что вы не знаете Купит человек или нет Ну очевидно Находится близко К её среднему значению Вот оно среднее Откуда взять среднее? Ну ты уже знать Должен конверсию свою Либо предположить Типа Либо Ну короче В рамках Юзабилити-тестирования Я показывал Как это работает Урок третий В самом конце Так вот Ключевое здесь Что Значения Которые сильно Отличаются от среднего То есть находятся Вот где-то далеко Да Встречаются редко И чем дальше Значение от среднего Тем реже оно встречается В наших кейсах С юзерами Вот эта конверсия В покупку Или в какой-то сценарий Да Между там Этапами Есть с нюансами Что Ну С нюансом Почему нормальное Распределение Я говорю про него Но тут есть нюанс Что купит-не купит Это по сути бинарное Штука То есть Да нет True false Правда ложь И тут по-хорошему Биномиальная Конверсия Ну По распределению Надо считать Есть и другие Но это Уловите одну суть Почему Я не говорю про Ну то есть Я упоминаю Что это все-таки Корректнее Биномиальная Конверсия И распределение Считать Но почему Я говорю про нормальное И в рамках Навыка Юзабилити Тесте тоже Потому что При определенном Количестве замеров Напоминаю Их тысячи Особенно при маленьких Замерениях А вы все равно Пойдете От маленьких продуктов К большим Либо вырастите Либо устроитесь На другую работу В крупную компанию И вот Маленькие изменения Ну вы видели Там 40 тысяч человек Нужно на один вариант То есть 80 тысяч человек Особенно если Ты тестишь Что-то Ну В рамках Не всего продукта Там Короче Где Где старт Конверсии Где старт Воронки На этапе Где у вас реально Может быть много Пользователей То очевидно Что Точнее вам не очевидно Но если вы Погуглите Биномиальное Биномиальное Распределение И нормальное Распределение Они Я очень Натягиваю Сейчас Но они Реально схожи Ну то есть Они становятся Похожими То есть Можно так Рассматривать Собственно Ключевое Здесь Это буквально Как подброс Орешек Наши пользователи Купят Не купят Случайная величина Ну мы не знаем Потому что И вот получается Что да Вот эти случайные Величины Конверсии 0.2 0.3 И так далее В покупку Либо в сценарий Вот где-то посередине Лежит конверсия И вот когда Приходит юзер Это подброс монетки Нам нужно Много раз Подбросывать монетку Чаще Чаще И разумеется Чем их больше Тем ближе Значение конверсии К своему истинному Ну вот и все Про полтора процента Я не буду говорить И две полоски Влево и вправо 95 процентов Просто закрывают Больший объем Вот Минус 2 Видишь Большую часть графика Закрывают они Вот И мы с такой уверенностью Можем Делать выводы Вот и все Просто это Достаточно Большая Точность И вот тут Приходит Доверительный интервал Который надо Учитывать Чтобы понять Как эти результаты Могут применяться К общей совокупности Юзеров Напоминаю То есть Давайте про свойства Калакообразная форма Левая и правая стороны От среднего Симметрично Есть медиана Модная и средняя Они совпадают Поэтому Есть центральная Вот эта часть И про вот эти Интервалы Мы говорим Что Чаще всего Это Ну Две сигмы От среднего значения Ну Чаще всего 95 процентов Точность Есть Чуть-чуть Нюансов Аб На продакшен Не должно быть багов Которые именно Повлияют на тест Равно стоимость команды Да Очевидно Это дорого Всегда сравнивая Это стоимость теста Трафик в продукте Должен быть Ну Мы уже понимаем Да Как выбрать Выборку Мы должны знать Конверсию Мы хотим Повлиять на такта И при таком Совершении Ошибок Того или иного рода Мы хотим Ну собственно говоря Получить выборку И условно Мы хотим Посчитать Условно Вот здесь Было на одном Варианте И на другом Варианте Вот столько Людей Допустим Там совершило Здесь 350 А здесь 380 Ну Пиво Или вот такое Нету разницы Очевидно Что здесь Теперь ты видишь Ну доверительный интервал Да Вот почему он такой При этом Ну Типа 7 процентов Ну и В зависимости Уже От конверсии Мы подбираем Сколько тут То есть там Было бы тут 420 Ну увидишь Да 0.006 Вот все Оно меньше 0.005 Все Я надеюсь Понятно Как Как ты можешь Определить Почему Тут Пивэйли И почему Второй вариант Лучше Чем Первый И в этом Случае Как подбирать Именно выборку Это нам Поможет Оценивать Гипотезы Зная Другие Цифры Продукта Ну я Дальше Спойлерить не буду Второй урок Sorry Так же Ну трафик Должен быть Мы увидим Это на практике Что это Не просто так От того же Что мы хотим получить Какую-то Опять же Мыслите Не только конверсиями Можете Ретеншином Думать Что у вас Из задачи исходит Опять же Конверсия Во что бы то ни было Нюансы В праздники Раскатывайте Тест дольше Что с бизнесом Какой цикл сделки Двухнедельный Однонедельный Каждый день Ну подбирайте Для себя Параметры теста Люди ведут себя В продукте По-разному Есть эффект первенства Это когнитивное искажение Есть эффект новизны Когнитивное искажение То есть эффект первенства Показываешь первый вариант Все они влюблены в него Им пофигу Что было показано дальше Первое впечатление Более значимое все Ну то есть К чему приводит Игнорируют Более информативные Или точные данные Ну вот и все Эффект новизны Это наоборот Фокусируешься На последних вариантах Люди разные Когнитивные искажения Разные Просто учитывай Также сезонность Или эффект дня недели То есть почему Сейчас разберу Почему минимум неделю То есть сезонность Вот у компании Разное поведение У юзеров Например Первое и пятнадцатого Приходят Может быть продажи Нестабильные В течение года Например Они имеют К пику в черную пятницу Или киперпонедельник Или новый год И так далее Или там шашлычки Вы мангалы продаете Именно поэтому Лавка продает Летом Очевидно Изменчивая связанность С этими факторами Может повлиять На результат теста Очевидно все Наверное Но вы теперь понимаете Почему Эффект дня недели Он подобен сезонности Но ключевая в том Что есть цикличность продаж То есть Например Они могут Они Показатели конверсии Могут быть выше По четвергам Или пятницам К концу недели А по выходным Отсутствуют В этом случае Важно проводить тесты Шагом целую неделю Чтобы захватить все дни В том числе Учитывать Ну то есть Понятно да Чтобы охватить Все дни недели То есть Учитывать Вот эти выходные И прочее Либо еще точнее Лучше две недели Чем меньше ожидаемый эффект Мы это пока Я показывал Да Чем больше пользователей Проблема Подглядывания Не подглядывать Она проявляется Когда смотришь Ну промежуточные Результаты И ты типа Давай готов Я хочу Принять решение То есть Раскатить одну из версий Хотя различия Ты не знаешь Это все очень сложно И это не про дизайн И про аналитику И аналитиков Но как Мы можем Повлиять На их решение В том числе Мы увидим Во втором уроке То есть На наше решение Во-первых Как дизайнеров На что Уповать На что давить И вообще Имело ли смысл Делать какую-то Темную тему Сколько там Конверсий будет Опять же Спойлерить не буду Скорость Крайне важна В тесте Нельзя все Тестировать Стоимость команды И вот про Нельзя почему все Тестировать Тоже посмотрим Во втором уроке То есть Захотев 3-4 Тестировать варианты Ты обломаешься Это либо очень дорого Либо придется Долго ждать Статозначимого результата А без этого Можно не проводить АБ-теста Без статозначимого результата И как бы видишь Если ты был На каком-то курсе Ну Опять же Это бесплатный урок Если ты был На каком-то курсе Ну Казалось все просто Проведить АБ-тестом Это сложнее То есть Тебе врали на курсах На конференциях Дизайнера и так далее Что тогда делать-то Я уже понимаю Что нужно Ну типа Ты так умысляешь Опять же Я предполагаю Что ты понимаешь Проблему Потому что нужно Исследовать и так далее Выписать гипотезу Метрику Например взять конверсию Если изменю это То хочу увидеть врос На 40% От текущей конверсии То есть От 5% Ну вспоминай пример С 5% И 40% То есть Она вырастет на 2% Ну 5 плюс 2 Ну 40% От 5 Это 2 Посчитать юнит-экономику При новых параметрах Высчитать доверительный интервал На гипотезу Почему? Это подробно разберем Во втором уроке И почему И зачем В чем смысл Поднимать это дизайнеру А сейчас научимся Это делать Те, кто уже Был на третьем уроке Немодерируемом тесте Вам это Ну Не нужно Вы это уже видели Собственно говоря Можете проматывать Когда я буду Говорить про нюансы Есть формула Доверительного интервала Ну То бишь На вариант Вот Собственно говоря Конверсия Давайте разбирать Пи Конверсия Мы должны ее знать Выборка Н И Соответственно Здесь у нас Ну Чаще всего 2 Потому что 1,96 Да Точнее 2 сигма Тут написано Волшебное число Это из презентации Ссылка будет в самом конце На выступление На саму презентацию Это вот оттуда Ты можешь использовать 3 Если хочешь максимальную точность И тут пример Вот мы его разберем Тут более подробно Что это за Ну Буквы И так далее То есть Разберем вот наш пример Если мы знаем Что Пример для конверсии 10% Мы хотим точность 95% И размеры выборки 3000 человек Дальше Вот 0,1 Плюс Минус 1,96 Ну Здесь используется 2 Пофигу Дальше Уводим под корень На целых 1,10 Умножить На 1 Мы Замеряем Противоположный эффект Если событие Там условно Случится Не случится Вот я про эту тему Это все в рамках Доверительного интервала Формула гуглится Легко Там в докладе Все объясняется Для задротов Хотите Прямо так шарить Окей Я вам говорю На практике Что это значит Посчитать доверительный интервал Потому что Опять же Во втором уроке Мы просто в табличке Google Нафигачим формулу И вы будете Собственно говоря Все понимать На практике Как это работает Ну то есть Не заморачивайте голову Руками Мы так же делали На немодерируемой Изабилити третьем Я показывал руками Я показывал в табличке Я показывал в программе Как автоматизировать Это все Так вот Нам нужно разобраться Сперва вот с этой правой частью То есть Вот если мы сделаем Вот так То мы увидим Соответственно Вот такое число Разумеется Оно Уйдет под корень То есть Если вычесть корень Из квадратного Вычесть из квадратного корня У меня тут калькулятор есть Можно проверить Ну собственно меня То мы получим 0,005 Это будет значение под корнем Теперь с левой частью То есть Вот с этой Здесь умножить Напоминаю То есть Мы берем Вот эту часть И умножаем Получаем вот такое число И наш Наш 0,1 Ну мы получаем Вот такое число И умножаем на 100 Получается Вот мы получили Нижнюю границу Доверительного интервала Все как видишь Просто Это просто математика Тупая А затем Верхнюю границу То есть 0,2 И 10,98 Верхнюю границу Здесь как видишь Получилось Чуть большее значение То есть 1% То есть здесь должно быть 11 с чем-то И там 9 Ну там 8 даже С чем-то наверное Ключевое в чем Почему здесь Ну потому что Во-первых Тут взяли двойку Надо это понимать Две сигмы Типа округлили Пофигу Это нам не так важно Нам нужно примерно понимать Чтобы на этом этапе Уже оценивать решение И вот зная Вот буквально Что в 95% случаев Наши нижняя и верхняя границы Будут вот такими Для всех пользователей А это Ну Не настолько большой разброс Хорошо ли это Что это значит Это значит Что если ты бы протестировал Всю совокупность Раскатал бы этот вариант Какой-то Б допустим Ну Совокупность юзеров Этого варианта То процент конверсии Бы находился В этом интервале Готов ли ты на это Ну как бы С вероятностью 95% Что я хочу здесь Вам объяснить Как видите Здесь Сейчас 3000 человек Я намекну Что значит Вот эти доверительные интервалы Я говорил Что они сужаются И расширяются В зависимости от параметров Но ключевой от выборки То есть Что если будет Всего 1000 человек Вот в этом сценарии Каком-то Вот допустим Мы что-то протестировали Допустим Ту же самую корзину Да Вот добавили аксессуары К ней Мы все это пересчитываем Цифра под корнем Другая Здесь другое значение Вот здесь То же самое Минус и плюс Ну плюс-минус Вот в этом контексте Да Вот было это все И мы получаем Доверительный интервал Шире Если присмотреться Здесь значение больше Ну верхнее И ниже Нижнее значение тоже Оно дальше уйдет То есть интервал стал Ну вот от такого Вот от такого То есть он увеличился И тут мы уже такие Блин 10 минус 2 8 целых Ну 2 десятых Да Там 1 целого 8 десятых Ну то есть Мы там целились в 10 А тут вот такая вот граница Блин Что-то как-то мало То есть эффект Не только в относительных Процентах вы замеряете А в деньгах в том числе И чем меньше Собственно говоря Пользователей Тем соответственно Шире доверительный интервал Это кое-что значит Но это будет на втором уроке То есть вот Ты теперь понимаешь Откуда вот эти циферки берутся Опять же При определенных параметрах Да То есть если мы увеличим Мы совершаем больше ошибок Нам нужно Точнее наоборот Достоверность Мы увеличиваем И соответственно Нам нужно Да наоборот Крутил Sorry Мы увеличиваем Количество ошибок Поэтому нам нужно Меньше юзеров И наоборот Если мы уменьшаем Количество ошибок Определенного рода Да В этом случае В этом случае Нам нужно Меньше Больше юзеров Если я здесь Кручу влево Все очень просто Ну и ты доверительный интервал Понимаешь Что это значит в итоге Опять же Точнее Ты понимаешь Это вот здесь Все Есть нюансы Про которые мы сейчас поговорим И вот прикол Вот в том Что Фишка с размером выборок Оно не очевидно Типа Да Юзеров нужно Ну больше Да Мы получаем больше точности С другой стороны А вот Готовы ли мы Денег столько тратить На это Ну ждать Столько юзеров Вообще Эксперимент это проводить Если он окажется неудачным Вот начинаются Вот эти торги Про которые я говорил В том числе у тебя Как у дизайнера Когда ты предлагаешь что-то Ой давайте дизайн Систему бахать Ой давайте темную тему сделаем Ой давайте иллюстрацию нарисуем Ну ты понял Вместо того Чтобы что-то Реально на что-то повлиять Или что-то придумать При этом Это предлагать Продакту И теперь обосновывая Исследование Говорить про Вот как ты повлияешь На продукт Ключевое Больше выборка Достоверность Да выше Но тестов меньше Потому что нужно Больше людей Дольше собирать Ну Вариантах Выше потери При багах Или неудачах Маленькая выборка Ну Ошибиться Больше Потому что ты регулируешь Параметры теста Теперь ты понимаешь Что на что влияет Нужно больше тестов Таких проводить Меньше потерях При багах Неудачах И вот в маленьких выборках Можно протолкнуть Всякие юзабилити Еще хоть как-то Когда Ну ошибки Я еще говорил В юзабилити Что масштабируемый продукт И Типа Когда он масштабируется И риск больше Да Ну на что-то повлиять Вот Вряд ли вам дадут Юзабилити что-то тестить Выбор Размер Групп Это компромисс Как ты уже понимаешь Между точностью Скоростью проведения Эксперименты И рисками В случае неудачи А еще Ну такая тоже подсказка Да Большая выборка Тесты по времени дольше Маленькая выборка Ну Точнее наоборот По времени Тесты маленькой выборки Они Больше Потому что Ну Такое количество юзеров Дольше набирать А в больших продуктах По времени быстрее Ошибок здесь меньше Ошибки здесь чаще Потери Больше Много юзеров Вы недополучили денег Потерь здесь меньше Сейчас объясню про потери Ожидаемый эффект меньше Потому что все возможные Гипотезы на улучшение Кратные Мы уже проверили Протестировали гипотезы Но не факт Вспоминаем Бинг Но сейчас Продукты Поумнее И дизайнеры Поумнее Все Абсолютно все Если что Чем раньше Когда индустрия Только Ну Появлялась Условно А МДЕ Здесь при маленьких выборках Мы ожидаем Кратно больше По поводу Потери Условно Ну тут какая-то Какие-то Давайте-давайте Без графиков Просто Вот условно Здесь Какой-то эффект Да Ну разумеется Все это в деньгах Так вот Прикол в том Что если была такая Конвессия А твой тест провалился То Это мало того Что там условно Там 10 миллионов Рублей Допустим Пользователи Могли бы купить Так ты еще и потратил На команду То есть понимаешь Да каждый тест Нужно оценивать По себе стоимости Еще В том числе Вот к этому веду Или наоборот Вот ты раскатал тест Сейчас еще Вот так Разница Ну не настолько большая И ты снова Получил меньше При этом еще и потратил Вот поэтому Всегда это вот Торги внутренние Про МДЕ Вот Понятно Что это про Размер эффекта Который можно Обнаружить Заданные параметры Бл-бл-бл Ну ключевого Как ты видишь Я типа подбирал Так Ну на глазок Эффекта Да типа Типа 5 Сейчас 5 Плюс там 2 Либо Релатив Да там 40% Или я увеличу Там на 30% Мне нужно больше Юзеров Или там на 80% Ну и так далее И так далее Нету алгоритма То есть мы всегда Прикидываем Отсюда и слово Гипотеза Что это предположение Ты можешь подобрать Типа предкинуть Относительно всего Продукта На всех юзерах Но тогда нам Меньше Размеры выбора Кажется Что это Слишком большие цифры Будут Но прикидывать Опять же Это все прикидка Прошлые тесты Прошлые результаты Сколько стоит Аббтест провести Ты уже знаешь Зарплата Теория ограничений Юнит экономика Вот это все И да Вот то что я говорил Да и в целом Когда компания Достаточно развита Или в больших компаниях Это значит Что гипотезы Сейчас С большими эффектами МДЕ Уже сделаны Начинаются Микрооптимизации Микроконверсии Между этапами Вот этот дрочь Именно поэтому Отсюда упускается То что я говорил В юзабилити уроке Первом В конце И мы можем Как дизайнеры Все меньше Меньше на что-то влиять Да и продукты Грубо говоря Начинается дрочь На конверсию И микро-менеджмент Воронок Ведет к спорам Готовьтесь Защищаться Но теперь Хотя бы с этими навыками С этими знаниями Ты можешь на это Прикинуть Померить Ну и во втором уроке Понять Почему тесты Не запускаются По пятницам Учитывая сложность В понимании От статистики Ну Если ты не хочешь Если ты там Как-то Не знаю В аналитике тебе Это очень понравилось Хочешь Блин В аналитику пойду Или там своих аналитиков Спросишь Никто не хочет Допоздна сидеть на работе Поэтому не надо Релизить по пятницам Потому что Если ошибка Бак Тебе придется Останавливать эксперимент Писать кому-то Ну и так далее Вносить правки в тест Это никому не нравится И это то же самое Касается сезонности Вряд ли вы будете Запускать оба-тест 30 декабря Ну На размер заголовка Или типа Поменять что-то в заголовке Или кнопку подвинуть В интернет-магазине Скорее всего Вы будете эксперимент Делать С выдачей Каких-то Новогодних тем Новогодних товаров То есть Общий вывод Если ты знаешь О событиях Каких-то заранее Которые могут повлиять На ход теста Учитывай это То есть Каких-то особых Ограничений Больше нет А как мы понимаем Какой юзер В какой группе Возможно у тебя есть Такой вопрос Да вот этот нюанс То есть Как понять Какой юзер контрольный Какой эксперимент Про сегментацию Я типа понял Руслан Окей Выборку определил На оба варианта По несколько тысяч И так далее А дальше то что Вообще Это нас не касается С дизайнерами Так как это Тупо техническая штука Да Но как это работает Есть такое понятие Как bucket Ну от слова bucket Корзина типа И Мы присваиваем Каждому варианту Ну технической Да Вот основа Абтеста Это не нужно нам Как видишь Вот эти все Технические вещи Даже параметры Но параметры были важны Просто чтобы понимать Что на что в цифрах влияет Айбе Нам их как-то назвать Нужно То есть дать Какие-то идентификаторы Они могут быть любыми Это может быть рандом Затем каждому юзеру Присваивается Айдишник Айди юзер Юзер айди То есть юзер айди Плюс вот этот вариант Затем каждому юзеру Сейчас Затем мы знаем Ну или посчитали Вот в зависимости От МД и так далее Эффект Сколько нам нужно юзеров Допустим у нас Ну и мы Хотим понять А есть ли столько юзеров Вот в этом сценарии Конкретном Это понимается только по аналитике Потому что АБТесты Не делаются без системы аналитики Так вот У вас есть 10 тысяч юзеров И вы хотите провести АБТест Где Ну вот вспоминайте 5% Плюс 2 Вот эти 1965 человек Ну то есть Вот это Делим Это 5 бакетов Наших 10 тысяч пользователей Делим на 5 Это 2000 На каждый бакет Максимум Мы укладываем все У нас 1965 То есть если бы Потребовалось больше По калькулятору То нам бы не хватило Эксперименте Ну я имею ввиду Что если бы мы здесь Больше поставили бы Далее мы ставим Рандомно От 1 до 5 Всем пользователям От 1 до 5 Потому что это количество Максимальных бакетов Те кому выпало 1 юзеры Те кому выпало 2 Ну уходят в соответственно Б или А Ну можно поменять местами А и Б Тут без разницы Остальные не участвуют В тесте Вот такой рандом Это один из вариантов А вот всех юзеров Или только тех Кто совершил X Или только тех Кто начинает X Давай абстрактный Интернет-магазин Вот маркетинг Отдел выдумал Коды купонов На скидки делать И хочет запустить Компанию рекламную На базу клиентов По e-mail Ну они так надеются Увеличить продажи Проблема Такое решение Является Изменением бизнес-модели Почему? Потому что Ну раньше Компания этого не делала Не делала никаких скидок Поэтому Продакт решает Поисследовать Почитал на GoodUI Вот допустим GoodUI Это сайт Где собственно Тестировалась Такая гипотеза Что Variation B Likely Worse То есть Такая тема Ну Просто как пример Да Что Около такие эксперименты Где-то он почитал Другие кейсы в интернете Побухал с продуктами И так далее Ну окей Маркетинг хочет Он гипотезу выделяет Добавление с кодом купона На страницу оформления Заказа Снизит доход Окей Как проверим У нас есть АБ-тесты Есть Фейк-дор АБ-тесты То есть Фейк-дор В принципе Как тестирование Что это значит Что мы добавляем кнопку Либо фейковое Что-то Что не работает Почитайте Просто в интернете Это один из способов тестов Это легко Я имею в виду Эту информацию Легко гуглиться То есть Мы просто добавляем С купоном Поле на страницу Оформление заказа Посмотрим Сколько людей Будет стучать в дверь Ну фейк-дор Фейковая дверь Ненастоящая То есть Мы как бы Вот у нас сайт Мы добавим Какой-то баннер Про какую-то фичу Пускай люди кликают И мы замерим клик Хотят ли юзеры что-то Можем что-то Формочку типа оформить Мы про это говорили В рамках юнит-экономики В одном из тестов В одной из гипотез То есть Понимаешь К чему это идет Я просто это уже говорил В том числе И это легко гуглиться Что это такое И независимо от ввода Мы будем показывать Недействительный код Ну такое может быть Можно что-то еще говорить В чем цель Мы проверим Обоснованность наших опасений Что это будет Отвлекать юзеров От заказа То есть метрика Доход на пользователя Потому что надо четко Понимать разницу в вариантах А общий доход Нам ничего не даст Ну люди и так будут Покупать что-то А кого берем Если брать всех юзеров Которые зашли на сайт Это допустимо Однако выборка Будет размыта Я напоминаю В рамках воронки Надо понимать Что в нее юзеры ходят Которые в том числе Могут никогда ничего не покупать Например Оформление заказа В варианте Где было внесено изменение Опять же Если соответственно Брать что-то другое Ну допустим Которые закончили оформление Да Или что-то другое В других случаях То это будет неверный выбор Потому что предполагать Что изменение Ну уже повлияет на сумму покупки А не на процент юзеров Совершивших покупку То есть если покупают Больше юзеров Доход на юзеры Может упасть в том числе Даже если совокупный доход Просто увеличится Мы этого не узнаем Поэтому будем брать Пользователей Которые только начали Оформление заказа Вспоминая То же самое Что было с аксессуарами Это лучший выбор Так как тут Находится изменение воронки То есть мы его видим То есть мы уже его трекаем Вот отсюда Поэтому мы Запускаем это все И мы включаем сюда Только тех Кого реально это затрагивать То есть те Кто начинает что-то Хотя бы оплачивать И заодно Исключаем тех Которые никогда даже Не покупали бы Просто зашли посмотреть Вот То есть гипотеза наша После того Когда мы уточнили ее Добавление поля С кодом Купона На страницу Оформления заказа Снизит доход на пользователя Для тех Которые начинают Оформлять заказ P-value Доверительный интервал Предугадывая Что это может быть Типа В чем разница Это вероятно Ну да Типа Я типа вот помню Что P-value Это вероятность Получить такое же Или более экстремальное Значение От средней медианы То есть величины И вероятность Отклонить Нулевую гипотезу То есть пройдет Ошибка Первого рода То есть Ошибочное отклонение H0 Когда она верна Также определяет Какова вероятность Что результаты эксперимента Получены случайно Бла-бла-бла А что это значит Еще раз Сейчас я возьму У меня что-то случилось С фигмой Все прошло Это означает Что если изменение Действительно Не дает эффекта Мы можем правильно Сделать выводы Об этом Об отсутствии эффектов В 95% И 100% Почему? Потому что это Общепринятый Научный стандарт P-005 Все А доверительный интервал Это что? Почему там 95? А доверительный интервал Это просто другой способ Как проверить Является ли разница Статистически значимой То есть Не перекрывает ли Доверительный интервал Нулевое значение Вот и все То есть доверительный интервал В 95% Это диапазон Напоминаю Диапазон просто Который расширяется Сужается При многократном Повторении экспериментов Построении интервалов В данном случае Ошибочку сам уже сказал То есть 95% Будет включать в себя Какое-то истинное значение Плюс-минус Все При двух стандартных отклонениях При одном При трех Если вам максимальная точность нужна Для достаточно большой выборки Этот интервал Ну Вокруг Наблюдаемой модели Между Тестовой и контрольными группами Ну грубо говоря Если прям совсем выдумывать То есть вот так Ну и вы замеряете разницу Все Это совсем Типа дельта В АБ-тестировании Используется для обозначения Разницы между двумя значениями Ну вот собственно Ну типа Ключевое здесь Вот она дельта Представляет собой разницу То есть А 10% Конверсия Б 12% Ну 12 минус 10 Равно 2 Вот ваша дельта разница Все Итого Ты должен знать бизнес-проблему Найти и сформулировать ее Найти и указать на нее Сформулировать В виде гипотезы Предположить после прорешения Бизнес-проблемы метод Что меняем На что влияем Как измеряем На сегменте На целевой аудитории Да То есть Какие вспомогательные метрики Могут быть На какой За какой срок Будем правы Если Или ошибемся Если Уровень ошибок Зафиксировать Первого типа Второго типа Зафиксировать МДЕ Впрочем Отстаты параметры Вообще игнорируй Это нам не важно Оценить Продолжительность теста Исходя из выборки МДЕ Дисперсию Чтобы посчитать выборки Раскатать АБ-тест Собрать результаты Аналитику Дождаться окончания теста Не подглядывая Принять улучшения По окончанию теста P-value Альтернативная Нулевая гипотеза Что мы принимаем Что отклоняем Сохранить результаты Сделать выводы И инсайты идеи И как видишь Это не просто так Вот все Как видишь Общий совет Здесь Исследуйте рынок Смотрите на кейсы Изучайте дальше Что такое АБТ АБТ Господи АБТест На ВСЕРУ Читайте кейсы На конференции Смотрите теперь По-другому Я надеюсь Это понятно Что теперь Вы точно будете По-другому Смотреть на дизайнеров Которые говорят Что там про АБТест И вообще В принципе Про сам по себе АБТ Если у тебя Остался вопрос Потому что Охуеть Как это сложно Простите за мат Это действительно сложно Это действительно так Это действительно Ну Та самая реакция Которую я ожидаю Что вы Это получите Но ключевое Что я от вас ожидаю Что вы понимаете Что вам нужны гипотезы Которые меняют Поведение результаты Вы понимаете Почему То есть Я имею в виду Почему Одна штука Повлияла на другую штуку Вы должны это замерить Вывести И вообще Понимать Где проблема Находится Почему эта проблема На что она повлияет Опять же На метрики Да Какие И все Потому что Все остальное Вы не делаете Вы можете Скажем так Придумать гипотезы Возможно Происследовать их Но даже Если вы прикинете Юнит экономику И спойлер Доверительные интервалы Вы можете Выбрать И продать Эту идею Собственно говоря Продакту Руководству Клиентам И этим мы займемся Собственно говоря На втором уроке А на сегодня Все Пока Собственно говоря